Друзья, с вами я, Кузьма Гридин. Сегодня в гостях у меня... Привет, друзья, Антон Власов. Дорогие друзья, мы с Антоном Власовым продолжаем победное шествие по проектам телеканала Ю. У нас сегодня в эфире модель XL. Новое шоу, где женщины не совсем стандартных размеров пытаются стать моделями. Показывают нам свою красоту. Их выбирают экспертные судьи. А мы с Антоном Власовым дадим свои доп. комментарии, так сказать. Мы, как знаешь, такое журналистское издание, которое как бы не свежак всегда выбирает новости без эксклюзивов, но всегда есть там репортеры, газеты Трудовые резервы, также оценили масштаб. Да-да-да. Они просто, знаешь, новости на подхвате, где-то что-то было интересное, они такие опа и выпустили. Но чуть на месяц на другой со смещением. Иногда знаешь, что-то именно выстреливает, но не всегда. Но зато всегда цветные картинки такие все. Там, ну, полистать журнал можно, интересно выглядеть. Там прям, ну, прям вот этих женщин всех, знаешь, там номер один, вот такая была. Там может окарь-слесарь, в принципе, пойти. Там еще, знаешь, берут, есть интервью, звезды такой, третьесортной величины. Типа там, сегодня интервью с Катей Санпукой. О, третесортная, я бы так не сказал. Ну, а какая? Ну, второсортная, ладно. Второсортная, ладно. Я думаю, что вот если бы они пошли, сегодня взяли интервью, к нам совхоз приехал Шура, и мы у него расспросили, как он вообще... Ну, Шура, это уже слишком круто. Ну, это одно из самых лучших интервью. Ну, это топ был бы, да, это был бы, знаешь, когда газета вообще в пике была. То есть для Шура это просто там интервью, да, а для газета это вообще новое, блядь, это... И всегда тебе вспоминают, это вот когда Шура приезжал к нам. Это как, знаешь, есть газета в Челябинске, с которой фотографируются все звезды Голливуда. Почему? Она очень популярная? Нет, в этом-то и прикол, что в Челябинске есть, короче, газетное издание, оно вообще не популярное, оно местное, оно чуть ли не районное, там. Челябинский металлург, ну, как-то так называется. И фотографируют. И суть в том, что звезды Голливуда прям делают флешмоб, где они фотографируются этой газетой, то есть там Дикапрю с этой газетой фоткался. Первый раз слышу. Видите, короче, российская газета «Звезды Голливуда», вы просто охуеете. Я тоже когда-то, знаешь, но об этой теме многие знают. Ладно, похуй. Давайте смотреть модель XS. Ебать, Джонни Депп даже. Прикол. Я здесь, чтобы показать, что красота не имеет размера, а моя попа в Инстаграме набирает тысячи лайков. И оно далеко не XS. Выбирать победительницу среди них будет команда судей. Выбрались из своих особняков с рублевым. Да-да-да-да-да, вытащили их. Слушай, денежки заплатили им. Видно, вот у нее пальчики-то вот так вот так же брали банкнотки. Да-да-да-да-да. Все это самое. Да. Шутки нашутили они свои, значит, в свое время. Вроде, знаешь, а все такие всегда «Че этот КВН? Кому он нахуй нужен?» «Кто там шутки?» Вообще не смешные. А потом тебе эта женщина спустя 20 лет уже рассказывает, как быть модной, как правильно зарабатывать. И ты такой думаешь, «Че такое?» «Че за хуйня?» Ты кривозубый крестьянин. Ты, да. Крышку с говном ешь. Между зубов выковыриваешь и такой, типа, «А почему она такая популярная?» «Так потому что ты, блядь, не захотел таким быть». Так, что ли, получается? Ну да. Кому, получается, все крестьяне по сравнению с ним? Конечно, кривозубые. Они, наверное, так и думают, блядь. Вот эти звезды, они все думают, «Вот, смотрят нас, эти блогеры, долбоебы, и эти люди, которые лайки ставят, тоже дураки». А вы, блогеры, знаешь, это такие крестьяне, которые им доверили какой-нибудь совхоз. Да, да, да. Чуть-чуть в жизни повезло больше, чем остальным, блядь, что просто можно рассказывать что-то с экрана. А они все равно дураки. Они же ебнутые. Участница самого известного женского юмористического шоу на российском телевидении. Нормально бы так зрителей кривозубые крестьяны. Да мы же не в обиду, мы же сами такие. Вы же видите, как меня, например. Гречу с говном едят. Ну, допустим, не с говном, а просто гречу. Типа, она-то в жизни вообще в своей гречи, я думаю, никак я не пробовала. Да, нет. Когда-то давно, когда еще вот только приехала в Москву поступать в дружбу народов, нахуй, там ее покормили гречей. Сейчас все. Она такая, «Нахуй это вообще есть, не фото в жизни». «Нахуй это надо, да?» И писала, блядь, мировую, ну, звездой, блядь, российского шоу-бизнеса. «Чина с пышными формами, которые сделали ее популярной». А, то есть не шутки, да? Никакие в КВН, ничего, просто формы пышные, вот все, что надо. «Я точно не прогибаюсь под стандарты красоты. И моя миссия в этом шоу найти модель XL, которая не боится». А ты, Никита, как и я, в принципе, не прогибаемся тоже, да, под стандарты красоты. «Мы?» «Слушай, ну, поскольку седа, потому что мы — это лысеющий, седеющий 30-летний мужик». «Я седой вообще нахуй». «Ты седой в 30, а я лысый в 25, Антон. Мы вообще супер не прогибаемся, прогибаемся под стандарты». «А я, может, и готов бы как-то прогнуться, Никит. Да как, блядь?» «Антон, я тебе так скажу, мы те, про кого пишут. «Сегодня в автокатастрофе погибли, блядь, 135 людей». «Еще, среди них мы взрослые вот эти люди, которых, то есть, знаешь, обычно детей всегда отдельно пишут, да, выделяют, или звезд и прочее, а мы с тобой это вот, блядь…» «Просто вот это серая масса». «Просто да, вот погибли». «Ну, мы никто просто». «Никто». «Никто не вспомнит». «Никто не придет, не спрашивает». «Сиж Антон Валсов, куда он делся-то?» «Помер моего в яму и ветками забросали». «Да, ветками закидает». «Стилист». «Среди его клиентов Светлана Лобода, Валерия, Кристина Арбакайте и другие». «Моя миссия смотреть на то, какая у девушки фигура». «Заебись устроился, да?» «Да, да, 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 да. Вот знаешь…» «Моя миссия вот смотреть». «Мне вот, что ты там, блядь, тебе позволяешь, блядь?» «Глаза-то косенько уже смотрит тебя. Куда это ты глядишь, блядь?» «А у него прям работа такая. Вот он идет, галстук, все, фрак. Я, значит, пошел на баб глядеть. «Да, да, да». «На толстых, на худых, на каких хочешь». «Просто говорить, жируха или там, я не знаю, тричь, блядь». «Так не просто, а нужно все это прямо сказать. Значит, вот я вижу, что вот под вашим купальником прекрасные соски. Я прям вижу даже, как ореолы просвечивают. «Ню, хотите сниматься в Ню?» «Сука, как это так-то?» «Просто классная девчонка. Я ищу модель Excel». «Павел Раков, коуч по успеху». «Успешный». «Он каждый раз, когда, знаешь, в камере вот это приближается, мне жутко становится немного». «Но он пытается прямо, он все-таки тренер, он должен тебя как бы увидеть, чтобы ты понимал, да». «Да я понимаю». «И он как бы смотрит тебе прямо в душу». «Тренеров личностного роста в России и странах СНГ. Уникальные курсы Павла Ракова меняют жизнь женщин на 360 градусов». «Бля, они вот, знаешь, не исправили эту ошибку и, как я понял, вообще не исправили в течение всех выпусков». «Все выпуски будет Павел Раков ничего не делать. Судя по комментариям ведущего, да, просто человек, который дает оценочное суждение». «Это, знаешь, банк, который такой, типа, оставляем рубль на нуле». «Знаете, кому легче станет от всего этого? Рублёк. Ему будет похуй, блядь. Он стоит ноль. Все». «То есть даже бумага». «Кто-то говорил там, типа, что напечатать, типа, отчеканить один рубль или пять рублей стоит дороже, чем он стоит. Ну, типа, какая-то такая хуйня. Деньги вообще у нас нихуя не стоят. Просто бесполезные деньги». «С сильным характером, который не зависит от чужого мнения». «Анфиса Чехова». «Владелица собственной марки одежды для...» «Королева на руках носить». «Анфиса ищет модель, которая станет лицом ее новой коллекции». «Я пришла в шоу, чтобы найти девушку, которая не будет подстраиваться под стандарты красоты». «Слушай, удивительно, конечно, Анфиса Чехова суперкрасивая. То есть, вот она, получается, годами, Антон, вообще вот, она только лучше становится. Я не понимаю, в чем ты где-то». «Да». «А вот некоторым просто женщинам идет возраст к лицу, поэтому она из тех, вот кому это, как бы сказать...» «Ну, просто я тебе так скажу, Антон, вот я реально смотрю на нее, знаешь, ожидаю, что как бы вот... Ну, вот посмотреть, как люди выглядят, вот, которые в начале нулевых вели какие-то передачи, как они изменились. То есть, посмотрите на Александра Пушнова, посмотрите, знаете, на Сергея Роста. Посмотрите на всех людей из этого, из улицы разбитых фонарей. «О, да-да-да-да-да-да-да-да-да». «Анфиса, блядь, Чехова вообще...» «Что в сексе с Анфисой Чеховой?» «Что сейчас?» «Будем честны, конечно, не всем удается выглядеть так, как Анфиса Чехова, но мне кажется, что что-то тут, ну, не так. Она все-таки наверняка делает какие-то операции пластические». «Чебак, можно разные операции делать. Ты понимаешь, ты можешь операции, блядь, делать, и у тебя вот эта хуйня начнется. Сиськи, блядь, огромные. Вот ты, блядь, это у тебя как на гепарда, на Олега Монгола становишься похожим, блядь. А он, кстати, ровненько выглядит так. Да, Олег Монгол, в принципе, выглядит, как, знаешь, звезда, которая на Рублевке живет. Так-то, в общем. Просто они это себе делают из-за огромного количества операций, а Олег Монгол от того, что человек очень, это жизнь против тяжелую. Ну, выглядит он так же, как и они. То есть у вас два пути, да, в жизни? То есть либо жить так вообще, чтобы, блядь, на Монгола быть похожим, либо жить так, чтобы быть похожим на Анфиса Чехова. Они отберут 12 девушек, которым предстоит пройти испытание подиумом. Их ты, блядь. Воу-воу-воу, полегче. Только одна из них получит главный приз. Контракт со швейцарским международным модельным агентством Metro Model Agency. И станет лицом новой коллеги... Просто ни о чем не говорится, ни о чем, блядь. Я, может, не разбираюсь в моде, ох, похуяну. Я бы пришел, если бы туда просто вот как бы узнать, что мне скажут про меня. Просто самооценку понизить свою, либо наоборот повысить. Я думаю, там тоже до конца никто не понимает, сколько будут стоить эти все сессии фото. Как с этого? За какие деньги? Кто будет платить за мыль? Знаешь, типа тысячи полторы, блядь. Вот диваны, блядь, у Олега какого-нибудь. Да, да. В городе Кириши, знаешь, сфоткаться. Просто, да, тебя заказал чувак вот на диване посидеть, за это будет стоить тысячи. Тысячи двести. Готово. Едешь? Переезд за свои... Да, едешь. Я такой сразу карандаш берет, так, едешь? Ну, говори, давай. Нет? Нет. Все, свободно. До следующего раза. Бренда Анфисы Чеховой. Но и это... В итоге свою просто жену сажает на диван. Он такой, два похуй, давай тебя снимем. Ну, у меня жена такая же. Ничем не отличается. Тоже такая пышненькая. Водительница шоу получит подарок. Путешествие в солнечную Хорватию. Хорватия, наверное, сейчас пизда-то. О, тепло. Да, да, да. Да, 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 там всякие эти... Слушай, Антон, я тебе вот тебе честно скажу, наша цель, я тебя должен свозить в Турцию. Вот Юлик был за границей, понимаешь? Я хотел Юлику Турцию показать, но Юлик был вроде уже за границей, а ты вообще ни разу не был. И мне кажется, Антон, мы с тобой поедем в Турцию, ты увидишь, что такое all inclusive поедем в отель, конечно. Мне кажется, я увижу турков, блядь, просто там, которые будут клеиться к моей женщине. Да нет, турки уже так не делают. Не, да, конечно. Чувак, да и будем честны, если бы к тебе турок клеился, ты бы не поддался этому восточному очарованию? Не, ну, я бы с ним просто пообщался хорошо, но он в номер бы не позвал. Я не такой, я приехал отдыхать, у меня дома муж. А потом в конце, ладно. Слушай, у турков, короче, есть такая хуйня, что они все просто огромное количество геля для волос. Они у них же вообще, они ухаживают из собой, пиздец, как чувак. Хорошо выглядели? Они очень хорошо выглядят. Все турки в джинсы, блядь, у всех... Блядь, я не хочу ехать в Турцию, я там буду, урод. Нет, так понимаешь, они там и толстые, но все равно, то есть, неважно, ты толстый, не толстый, то есть, они даже большинство из них тут такие, блядь, с пуском, блядь, как русские мужички. Но все равно выглядит нормально. А они прям у них культ, нахуй, на ухаживание за собой. Даже не знаю. Ну, вроде заинтересовал. А если понравится, Антон, поедем в All Inclusive. Модель Алладин. Алладин. И там все включено. All Inclusive. Будем смотреть на смотрины турков поедем. Давай, ладно. Мы забрали этих девушек, чтобы разрушить стереотипы о моделях, установить новые стандарты в моде и показать всем, у каждой девушки в России есть шанс стать настоящей моделью. Ну, да, да. Конечно, пизда-то все сделано так. Даже не скажешь, да, что просто шайка лей какую-то путевку в Хорватию разыграет. Прямо, прям, прям выглядит все как будто, ну, действительно, какое-то модельное агентство ищет, отбирает людей. Ну, да. А нихуйня на блюде. Телеканал Юг представляет модель XL. Ой, знаешь, какие меня женщины пугают, Антон? Ну, рассказывай. С дредами и с короткими прическами. Я тебе так скажу, с дредами, наверное, это просто уже переживание. Это из-за фильма Ника. Я не смотрел. Там что-то страшное. Со Стивеном Сигалом. Не, не знаю. А, Стивен Сигалом. Там были такие, типа Растафан. Раста, Раста. А старый фильм, да? Старый, старый, да. Черные ребята с дредами, блядь. И Ника, блядь, противостояла. А Ника это был? Сигалом. Стивен, да? Мне кажется, я мог этот фильм видеть, просто не знаю, что он называется так. А он так же назывался. Там есть одна часть, только, а потом третья, четвертая и пятая другие фильмы. Просто в России их перевели как Ника 3, Ника 4. А, ааа. Вот так вот. Но Сигал мне нравился всегда, он такой. Сейчас, правда, уже не очень, а тогда был пиздец. Уже каратист там дохуя. Могу признаться, мне сегодня вот это все снилось. И я проснулся с улыбкой и весь потный. Ну, это уже лишнее было. А он что-то как без кишечки сказал. Он, да, он всегда вот как-то намекает на что-то, блядь, вот такое мерзковатое такое. Пап, проснулся потным. И знаешь, сейчас на него смотрят, а он прям вот улыбается и смотрит на реакцию людей. Что они подумали? Вот как-то там сразу все подумали, конечно, что это яйца с апреля у него хуй потный был. Или что? К чему бы он это сказал? Ну, вы все снились. Черт, в подробности не нужно. Ты снишься беспотным? Я? Я одна... Блин. Как ты знаешь, это неловко. Неловко, неловко, блядь. Да, это к солнцу. Мы когда... В этот момент, знаешь, такой режиссер передачи, кто дал ему сказать первое слово? Да, да, да. Вообще, можно его, блядь, как-то это посадить? Просто, знаешь, вот этот куб, куб, блядь, который не слышит ничего. Ты знаешь, он какие-то из передач. Вот, знаете, бывает так, ты вроде пердишь, да, и как бы тихо получается, и как бы чуть-чуть, но так воняет. Я помню, там был такой момент, когда он у доктора спрашивал всякие эти штуки, вроде как с точки зрения науки, а на самом деле хуйнюку спрашивал, типа, я вот вышел из клуба с чексами, потом что-то слушал, что-то дырка приперла, сверканул за угол, перл и обосрался. Такой, может быть. А доктор такой, ну, чисто теоретически, да, может быть, вы подумали, что... Он такой, блин, так и знал. Теперь только до дома буду терпеть рэпер или джи. Это к дождю, и... к... Играду. Долгой продолжительной работе. Мы даже не ожидали, что столько девушек захотят принять... По работе мы говорим. А им же не надо худеть, да? Я понимаю, что вот как бы работа такая модель, что там, пиздец, все, нужно есть только по графику, блядь, спать столько-то. Ни в коем случае там ни на грамм не потолстеть. Они же там, бобу, лимия, пиздец, блюют в туалет после каждого там скоростана. Я тебе скажу так, Антон, что, вот ты знаешь, как сумоисты тренируются? Понять себе. У сумоистов очень строгая диета, прям пиздец строгая. Она в основном нихуя не на жирах, в основном там на белке, углеводе, блядь, преимущественно белке. То есть, по сути, вот сумоист, это, блядь, конечно, очень много жира, но это еще очень, очень много мышц, блядь. То есть, они очень сильные, да? Очень сложно поддерживать себе форму. Все-таки, если ты модель XL, ты должна поддерживать форму XL. То есть, ты должна питаться ровно так, чтобы твои, блядь, 130-140 килограмм выглядели именно для вот этой хуйни. Ну, вот как там, вы увидели, вот это Наташа из остинного Пауэрса, блядь. У нее, я уверен, там, конечно, пластика есть, но и диета. Ты просто пластикой не сможешь себе все нахуй сделать. Ну, я тебя понял. В принципе, есть твоя логика в твоих словах. То есть, они должны все равно сидеть на какой-то диете поддерживать. Антон, вот я сейчас это, конечно, все смотрю, да? Так, так, так. Да, и понимаю, что не дает покоя одна мысль. Хочу поделиться с ребятами, что сейчас сидит коронавирус, да? Но открывается наконец-таки нормальный спорт. Открылась Бундеслига немецкая. Ох, ребята, первый большой футбол. Наконец-таки, блядь, ребят футбольщик можно посмотреть, а с помощью наших хороших друзей компании OneX эту игру можно увеселить. Не забываем переходить по ссылке, которая закреплена в комментариях под этим видео и напоминать о возможности получения на свой бонусный счет до 100 евро. Участие в проекте и приедут на кастинг. На прошлой неделе перед жюри продефилировало больше сотни претенденток, но только 10 завоевали право участия в проекте. Спасибо. Удачи вам. Шоу попали. Евгения Тупикова из Нижнего Тагила. Вот это Евгения Тупикова вообще не Иксель. Нет, она очень худая. Даже вот офицера, жена, вот как-то... Офицеры! Баскетболистка Александра Коня... Вот это за баскетболистку болит. Я тоже, да, за нее, а ты? А я сейчас покажу загородку. Кондитер Анастасия Кириченко, мамина дочка Анна Чуденкова, идеальная жена Богдана Самойленко, русская Ким Кардашьян... За русскую Ким Кардашьян буду болеть. Это еще не все, там будет еще одно. Королева пластических операций Юлия Рыбакова, русская Тесс Холидей Елизавета Рейнев и золушка Елена Теревна. Слушай, ну да, вот это тоже мне нравится. Сегодня кастинг продолжается и судьи готовы к просмотру новых девушек. Модель XL должна иметь фигуру песочные часы, рост не меньше 100... Ого, нихуя себе, прикиньте. 170 не меньше, это много. Для девушки довольно высокая девушка. О, 170. Но это высоко для девушки, еще это, знаешь, для кого высоко, для племя Айнов, блядь. Почему? Ну они маленькие все, Айнов, блядь. А не карлики? Ну метр сорок, метр пятьдесят. А это японцы, блядь. То есть это с японского острова Айна, блядь, были такие. А сейчас они живут? Живут, этническое население такое вот. Живут, да? Живут еще, да, на острове, там, Хакадо, блядь, или я не помню как. Что, уже интересно. Да-да-да. Да-да, Джон! Ой, Джон! Ой, Джон, племя Хакадо. Какие маленькие, как будто дети. Спасибо этим людям, что нас накормили. Сантиметр. У нее должна быть ухоженная кожа и красивое лицо. Как и прежде, чтобы попасть в проект, им нужно услышать трижды дар. Лично мне вы очень нравитесь, я вам говорю, да. Вы абсолютно для меня совершенны, я говорю, да, не задумывалась. Я вам говорю, да. Представляешь, они еще и будут жить все вместе в таком домике. Домик-то это где? А дом 2-то снесли, слыхал, да? Да, ну нахуй! Да, да, да. Сегодня вот новостишка-то была. К 9 мая, подарок, снесли стройку дома 2, блядь. Блин, ну, может, новую стройку? Да не, я надеюсь, что все. Уже ждет роскошный дом, в котором участницы будут жить следующие два месяца и обучаться непростой профессии, быть моделью. Девушек ждут мастер-классы и фотосессии от самых известных фотографов и экспертов в мире моды. Так, это у нас продолжается кастинг, да, сегодня? Мы смотрим дополнительно. Да, 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 друзья. Оказалось, что вторая серия тоже кастингу посвящена, но мне нравится. Горячий кастинг. Да, да. Приехала на кастинг из небольшого города в Волгоградской области. В детстве и юности девушку не воспринимало ее окружение. Да, ну, это тоже не эксель-модель. Какая же? Ну, почему? Посмотрите на нее. Ты какое? Худее меня, ебаня. Участие в шоу мне нужно в первую очередь для того, чтобы реализовать себя. Я хочу заявить о себе, я хочу, чтобы мои близкие увидели то, что это неплохо, то, что я... Не, ну, выглядит, конечно, хорошо. Выглядит отлично. Я бы мог предложить и, в принципе, просто даже, ну, как фотосессию. Я, конечно, не профессионал, но у меня хорошая камера есть качественная, купил недавно, 4К. Фотоаппарат есть, телефон есть. Мобильный телефон есть. Мобильный телефон могу. Фотографировать там. Машину, Антон, еще купил. Машину, можно, можно тоже покататься. Вот, если, ну, из Волгограда будешь, когда... У меня друг есть один, Никит, хочешь познакомиться. А потом сядем, я скажу, какой Никит? Бум, поехали. Полное то, что я другая, можно сказать. Я хочу, чтобы люди увидели то, что я красивая, понимаешь? Вот они ходят, они смотрят на тебя, они думают, блин, жирновато, конечно. Похудеть бы. История про меня. А я скажу ей сразу, что это все глупость. Не расстраивайся. Надо таких девушек поддерживать. Ну да, это я согласен. Да нет, симпатичная девушка. Ты не понял. Маглые черти разводятся всегда. Они там такие, да, кто тебе сказал? Ты что? Самая красивая, которую когда-либо видел, это ты просто, кто? Дай ему ебалу набью. Кто? Да, скажи, давай, блядь, я ему разобью ебало. Я хочу, чтобы они увидели то, что я красивая. Возможно, это участие в этом проекте даст им понять, что на самом деле я не просто жирная или какая-то стремная, я классная. Это моя бусинка. Стандартные приседушки. Угу. Ну опять немножко читерская прием. Читерский, она слегка подзагоревшая, у нее кожа смуглая, поэтому на ней все опять ровненько смотрится. То есть натянутая, хорошая, красивая кожа, ровный тон, и поэтому, скорее всего, так она же восточная девушка. Ну какая разница, все равно, то есть это априори как бы плюс балл, что на тебе вот как бы кожа выглядит. Кстати, прикинь, а турки-то нихуя не это, не смуглые, блядь. А какие? Они белые. Ладно, ну я понял. Понял, я понял. Никита, мы поедем обязательно в Турцию, решай. Ты часто так вспоминаешь, с таким теплом, слушай, а турки-то? Да слушай, а ты Таркана знаешь? Конечно. Кто его не знает? Самый популярный, известный человек в России. Я в Турции поеду, мы должны будем на Таракана сходить. А ты ходил на эти вечера, где там аниматоры? Да, да, да. Прикольно, да? Нет. А бары-то? Ой, да-да-да, Джон ходил, вот на бары ходил, я там пил. В Турции просто берешь алкоголь в баре, вечером. Так, так, так. Садишься, и вокруг тебя образуется, как бы, девчонки? Девчонки? Да, выть не будем. Я тебе серьезно говорю, я сам русский, конечно, русский. А, тоже русский. Ну это потому, что ты ему выпивку хочешь купить. Так бесплатная выпивка, он и ключ, все включено. А че ж тогда они трутся там? Просто поговорить? Ну все равно. Как дела? Че делаешь? Ой, я приехал, знаешь, муж там остался дома. Ну не знаю, это как разсадник, блядь, болезней. Ну да. Ну песочные часы или нет, не могу понять. Вроде песочные. Грудь бы побольше, че-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Какого тебе там размера надо? Какого? Да нет, мне просто сразу большевато. Большевато? Ну я не знаю даже. Я вот так судить тоже не... Не, я-то взял сейчас конкретный случай. Вот передо мной стоит женщина на кастинг, у нее очень поп большая, а грудь она чуть меньше. Надо-то, чтобы было поровнуто тут и там, а посередине как бы вот дали, насколько возможно, уже. А я-то что? А при чем здесь вообще жена шмальца? Ну ты сказал, грудь маловатая, а тут у тебя какие нужны грудь? Ну да, да, меня зовут Виктория, мне 25 лет, я из города Волжского. Это где? Это там, где ты, ёпту, не знаешь. Надо географию было учить в школе, а не ходить свои, блядь, эти самоделки наебаные квены. Это Волгоградская область, периферия. Волосы откиньте назад, я не вижу ни скул, ни шею. Хорошо. А нет, резинки, да? А что это у вас за вязь такая? Это что санскрит и иврит? Это арабская вязь. Это форси. Арабская, да. А точный перевод вы знаете? Да, конечно. О, это пиздец, когда тебя накалывают что-то на зарубежном, а ты ее не знаешь. Я думаю, знаешь, как раньше было модно вот тут вот набивать всякую поебень, там, блядь, доминик торетто. Еще вот татуировки Влада Савельева есть, знаешь, такие вот. А что там на них написано? Да там нихуя не написано эти, блядь, как они называются? Такие полинезия или что? В ромбике полинезия? Да, 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 да. А дальше вообще нихуя не значит, просто как будто ты инк. Ой, слушай, а я чувствую, во мне течет кровь ну, а Таля, блядь, какого-то, знаешь, такого отстатская во мне есть. Да? Да. Чувствуешь? Да, 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 да. Слушай. Кстати, очень может быть, ты же такой. А что инки? Ты же отстат. Не, не, инки, йоу, 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 йоу. Инки это другое, бро. Инки это Южная Америка, а отстыки это Северная. Ну, не Северная, а Мексика, блядь, не путай. Я тебя услышал. Ну, то есть, чувствуется, да, что-то проскакивает. Что-то есть у меня такое. Слушай, а может сделаем тест ДНК генетического? Хороший, я хотел себе сделать. Посмотрим, откуда мы, блядь, потом сравним. Долго и дорого. А то будешь знать, а ты, блядь, тебе не интересно вообще, откуда ты пришел? Интересно. Может, ты китайец вообще? Есть во мне что-то? Пятидеев. Тебе все, у тебя все. Тебе такое ощущение, что у тебя вообще, блядь, просто все народы мира, голубь мира-то какой-то. А у меня, слушай, у меня дед был похож на все народы мира. Да? Да, серьезно, он если сбривал бороду, русский, блядь, если бороду, грузин, блядь, усы, армянин, и у него прям вообще, у него лицо, блядь, вообще под все подходило, кроме этого, негров. Я понял, по понятной причине. Да, да. Нет, нет, нет. Здесь написано семья, это рай в бессердечном мире. А что написано у вас на лице? Мне кажется, что вы как-то очень-очень накрашены. На самом деле, девушки, большие локоны, яркие глаза. Подождите, я прям, мне мешают ваши волосы. прихватите с собой салфеточки, будьте добры. А вы хотите, чтобы я... Черт возьми, слушай, попалась. Да, 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 да. Сейчас смоют грим-то весь, ебать. Вот кто бы ожидал. Салфеточки, 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 принесите салфеточки. Бля. Слушай, в этом моменте, если бы я это услышал, я бы, конечно, охуел, это то же самое. Я бы сказал... То же самое, знаешь, ты это... Несешь бомбу, и тебе говорят... А потом, я могу вас на секунду такой, блядь. И ты такой, побежал дальше. Нет, да, я хочу, чтобы вы вытерли губы. Вы так провалили глаза, эти мейки? Если нужно будет, я размажу все. Ну, хотя бы по низу глаза уберите. Я не могу понять цвет кожи на лице, но правда такая белая. Ну, вот она же сама смутная. У нее такая правильная, что называется, ростовская верстка лица. Что? Что там? Ростовская верстка? Ну, видно, ростовщанки так любят краситься. В этот момент сразу меня в жар, в холод, тошнит или не тошнит, не пойму, что со мной происходит. Да, начала волноваться. Я не знаю, вы, может быть, сейчас не поверите, я практически не пользуюсь косметикой. Так чего ж вы сюда-то нашпаклевались? Блин! Ну, блядь! Довели девочку! Довели, довели просто этот... Вот, кстати, надо дать должное этот вот тренер сидит и молчит. А он сейчас такую хуйню выдаст, я ебал, мне кажется. А у вас когда месячные будут? А у вас прокладки сейчас одеты, я не могу понять, никак не вижу этого копытца. Эти тампоном пользуются. Слушайте, а человек, девственница или как, или нет? Сколько было партнеров? Расскажите нам. Иначе не возьмем. Все лучшее сразу. Я только хотела сказать, да, я не надела все самое лучшее, у меня достаточно скромный купальник, и поэтому я решила, что можно сделать акцент на лице. У вас прекрасный купальник, у вас красивое лицо, мне нравится ваш типаж, я говорю вам да. Ну, блядь, если чувак, сука, модельер, блядь, сказал-то да, то можно сказать-то нет. Ну да, но хороша, симпатичная фигурка, такая большая леди. Ну, в хорошем смысле слова. Ее, да, взять обязательно нужно, конечно. Лучше, чем девушка этого Росомахи, конечно. Вот это вообще, пиздец, упало, сиськи показало, что это было такое вообще, да? Я так рьяно взялась за ваши изменения, и теперь мне эта картинка очень нравится, потому что сперва вы вышли, вас вообще не было видно за всем тем, как вы вышли. Естественно, было видно офигенно. Выразительный, да, даже без макияжа, ну, такого-то же подстертого. Это да. Офигенно. Вот если вы повернетесь, мы еще раз... Смотри, какой правильный силуэт. Прямо вот... Вообще. Вот был бы я турком, я бы увез ее. Был бы я бы турком, я бы ее в ковер закатал и на мопед и уехали бы матчей, блядь. О, а я был бы турком, у меня был бы бассейн на крыше. Был бы ты турком, у тебя бы, скорее всего, не было бы ничего. А у них там ничего же нет, они же не богатые. Да какой не богатый? Ты в Турции хоть раз был, блядь? Ты вообще понимаешь, что Турция, это же, блядь, не страна третьего мира, блядь. А первого? Ну, около первого, да, наверное, около первого. Слушай, ну я не согласен... Лучше России, что ли? Я тебе так скажу, я не согласен также с утверждением, что Россия это страна третьего мира, блядь. То есть, мне кажется, мы... ну с конца, но первого мира. То есть, понимаешь меня? Я тебя услышал. И мне кажется, Турция тоже в этом списке находится. Но мы же не хуже Турции, Россия не хуже? Ну не хуже, нет, Россия лучше всех, чувак, это тупой вопрос. Но так сказать, что вот после России, наверное, идет Англия, там может быть страны Скандинавии, отдельные страны Европы, США, и вот потом Турция. То есть, по уровню развития где-то США с Турцией там чуть вот делят. Да, да. Одно место. Ее конякти любимое, любимое. Это да. Наслышан о этих турках, я уверен, что у них вот госдолг примерно такой же, как вот. Просто от обычных турков такой же долг, как госдолг. У штатов, блядь, они привыкли жить пиздано. Еще белый Мерседес, давай. Ой, слушай, у них, кстати, очень высокие машины и очень большие. Любят, да, такие что-то прям. Да, у турков прям, вот у них подвеска, у них очень высокая подвеска. Регулирую, ага. Это чтобы много девчонок можно было за раз забрать. Они подъезжают такие, еще девчонки, а сядут все хорошо, сядут 5-6 тоже нормально. Я, конечно же, скажу вам да. Еще, как правило, если девушка едет в Турцию одна, то ее там, по статистике, она будет точно выебана. Да, 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 конечно. Спасибо большое. У вас все есть для того, чтобы получать да, не только от специалистов, но также от психолога. Многие девочки говорили то, что рак очень уник. А ну стени пасть свою, блядь. Что-то там мурлыкаешь, еще и пьем. Что-то да какой-то, от какого-то психолога. Кто это такой? Ты же тренер. Или ты психолог, я не понимаю. Какую девушу. Как бы я ожидала подвох от него, а на самом деле нет. Я была в шоке, и он и похвалил меня, и говорит, хоть я и не эксперт, но типа, как эксперт в данном месте и как мужчина. Мне было очень приятно. У вас четвертая девушка, для меня это третья фаворитка. Ты еще не видел других, подожди. Ну я просто говорю, что я как бы привык ставить на все. Игрок получается. Пол рулетки у меня забито фишками. Понял. Только это хуйня. Там надо ставить тоже. Они все деньги на каждую хуйню. На каждую цифру фишку. И что ты нам выигрываешь, блядь? Опять твоя фурточка любимая на спинях. Вот эта фурточка зачем? Ну проветривает может. Да, ну что? Причем. Просто обзавидовались тварям. Четыре дамы. Она вообще не воспротивлялась. Мы как-то рекорд на нее налетели. И она вообще не сопротивлялась никаким изменениям. Подошла бы ты протереть нашу Росомаху? Я вообще за эту жизнь держусь. А Элина долго думала, отправлять ли ей заявку на кастинг. Сомнение девушки разрешила ее мама. Сказала дочка, я чувствую, что ты должна там быть. То, что тебя забей. Ну что-то есть, да, Рики? Ну что-то. Что-то есть. А именно азиатская женщина это классно. Когда она сидела в свитере вот сейчас с медведем, я такой думал, сказать, не сказать, думаю, что наверное все-таки нет. А вот сейчас я вижу, что может быть даже и да. Ты ты чего? Ты там вообще я тебе говорю. Берем. Рассуждаем, как будто бы мы свой особняк имеем как у Хью Хефнера и типа, ты хочешь к нам? Ага. Ну разденься, покажись нам. Ну слушай, я вот думаю просто особняк Хью Хефнера, да, а вот наши бы особняки была бы Анфиса Чья. Дану Борисову. Да, ну Борисову бы взяли. Все звезд телевидения начало. Да, да, да. Я бы всех бы набрал, а потом, знаешь, вот сегодня не хочется пообщаться, например. Да. Завтра захочется. Завтра, вот, знаешь, погода другая, голова заболела. Взял да пошел. Хорошо, когда выборы есть. Я говорю, мама, как так? Ты что? Какая модель? Я все... Вот Аниту Цой бы я взял тогда еще. Аниту Цой? Взял бы. Странный, конечно, выбор Антон. Нет, ничего странного. Аниту Цой всегда в почете, ребят. Ой, а знаешь, что мне очень нравится? Полина Гагарина. Ой, мы ее взяли бы. Я вообще считаю, Полина Гагарина, наверное, одна из... Ну, наверное, самая красивая женщина в России после моей жены. Ну, тогда тебе пришлось побрать еще с собой Азона. Азона, значит. Ну, чтобы в полной вере ощутить чувственность песни «Кукушка». Иначе ты будешь просто скучать. Ну, что тебе слышать? А вот «Кукушка» «Пропой». И там просто, блядь, что, расслушаем, блядь? Не дай бог, она попала бы к Азону домой. Разветка с вами, пацаны. Разветка с вами, пацаны. Блядь, а ты знаешь, Азон книги начал писать? Слушай, какую книгу? Да я не знаю, я не помню, она у него книгу недавно озвучила, там, знаешь, типа, Джон был полицейским в Америке. Ну, ему... Нихуя себе! А он начал писать прям вот на полном себе. Да-да-да-да-да. Это просто описание к моим роликам. У него ужас... Я там тоже, тоже... Я тоже сам... Ужас Болдера сейчас выходит, аудиокнига. А это Азона? Да-да-да. Ладно, давай, смотри. Подожди, он сам ее озвучивает? Сам озвучивает. Так это не книга, он просто селит и выдумывает. Нет-нет, ну книга, у него написано все. А, написано. Я обязательно... Полицейский живот. И она вообще не сопротивлялась никаким изм... Ее мама. Сказала, дочь, ты будешь... Ты будешь на этом проекте? Я говорю, мама, как так? Ты что? Какая модель? Я вообще боюсь. Я супермодель! Слушай, и петь умеет, и выглядит хорошо. Прям надо брать. Ух! Грудь. Все на месте. Ты что там некий делаешь? Что ты ее краем глазу увидел, что ты что-то там это кривляешься сидишь? Да там вот Лера там сейчас была вот на такой... Ты смотрел? Да-да. Все на месте, грудь. Согласитесь, что обманчиво? Нет. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Ну, такое ощущение складывается, что она, знаешь, не заметила конец подиума, там что-то это, там подошла, а еще раз пройду, как будто ни в чем не бывало. Простая же, нет? Ну, так не знаю, для модели, наверное, кто будет по подиуму ходить, надо бы в меч ходить на клубках. Ну, надо бы, конечно, но все равно, она открытая, видимо, какая-то такая. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы, чем занимаетесь. Меня зовут Айлина, мне 25 лет, я руководитель вокального коллектива, певица, я из города Астрахань. Я думала, это профессиональная модель, на самом деле. Вообще, да. Судя по движениям, по походке, я подумала, профессионально вышла из этого положения. Хорошо, что вы не остановились. Почему вы очень... Блин, надо посмотреть фильм «Доспехи Бога» или «Пьяный мастер». Жеки Чанов. Что хотелось фильм с Жеки Чанов поглядеть. А я хочу посмотреть все вот эти вот неудавшиеся сцены больше. Прямо посмотрю, как они там через бензопилы перепрыгивали, как они там, помнишь, катились по небоскребу? По его стеклам, которые были такие вот под наклоном в 45 градусов, прям скатывались. Да-да-да, я понял. Хороший. Я хочу доказать, в первую очередь, самое себе, что я красива, что пышная красота, это круто. Вы уже как-то используете свои данные? Нет, это мой первый опыт. То есть вы до этого не имели опыта хождения по подиуму никогда? Вообще никогда. Ни за что бы не повернула. А позирование не имели опыта? Ну, если только просто, когда в клуб собираешься, там, ха-ха-ха. Вот это к слову о врожденном таланте, Павел. Ну, да. Угу. У меня есть только один вопрос. Мне не нравится зона паха в этом купальнике. Я не должен знать этого. Ему не поправишь, он мал. И не нравится посадка по груди. Если у вас сейчас получится уйти за кулисы и найти купальник, в котором вы будете выглядеть так, как я хочу, то я скажу вам, да, потому что у вас прекрасные ноги. Блядь, какой. Можете вообще голым выйти, ёпта. Можете прям вообще просто сразу вот на купальнике. А если Антон придет, я скажу, знаешь, Антон, мне совершенно не нравится, как ты сегодня отец. Возвращайся домой, переодевайся нормально. И чтобы я, когда ты вернулся, мне было приятно на тебя смотреть. Да, а то сейчас я смотрю... Мне нравится. Не нравится, блядь. А я возьму такой, извини, Никит, пожалуйста, что я вот тебя вот так вот разозлил тем, что я вот так выгляжу плохо. Слушай, сейчас я... Сейчас я доеду. Сейчас я до дома доеду, подождешь. Ты говоришь, ну я не дольше, чем 20 минут. Я человек занятой, просто мне лучше вообще одного посидеть, чем с тобой. Я вот побегу, буду тебе это, ну, пытаться угодиться. Потом знаешь, ты уезжаешь, я тебе звоню минут через 10, сигарет еще прихвати. Сигаретку пи еще, да, вот, обязательно. А еще попить что-нибудь возьми. Слушай, возьми еще монстра белого. Как ее искать, блядь. Ей нужно сейчас просто пойти за кулисы, попросить у любого... Печенки, журцы, я знаю, тут ограниченное место на кастинге, но мне срочно нужно платье. Да, да, давайте, кто не хочет, сразу поднимайте руки, блядь, когда... Не, просто взять изоленту у любого электрика, блядь, и просто вот тут вот на сиськи по этот крестик, на второй крестик, и просто, ну, вот на дырку прям, ну, извините, что так, прям просто вот взять и вот кусочек изоленты, чтобы не было видно. Как в комиксах порнушных, блядь. Булки ты раздвигать не будешь, значит, дырку не увидят. Все, спереди что будет видно? Ну, максимум кусочек черной изоленты. Все, вот весь купальник открытый, да. Такая... Грудь? Азиатская роскость, правильная. Для модели это уже большая составляющая успеха. У вас прекрасная улыбка, прекрасная линия ключицы, шеи. С вами можно работать и работать. Я вижу, что вы полноценного, 50-го размера, и вы правда XL. Но я хочу, чтобы вы пошли и нашли другой купальник. Хорошо. Ну, если уж я вам сказал, практически да, на какую хуй он ее, это, мурыжит-то, блядь, журит-то на хуя. А я бы вообще такой купальник, знаешь, носил бы, вот, типа, чтобы соски бы прикрывались. Да-да-да, как вот у Барата, только же. Слушай, вот с девчонками вообще столько всего можно в жизни, вообще они этим не пользуются. С косметикой не пользуются, некоторые ногти не красят. Вот, с волосами не работают, брови не делают, блядь. Не, я бы вообще, я бы по всем фронтам был. У меня бы маникюрчик, я бы в Турцию поехал, мужа Турции. Я бы в Турцию тоже поехал. Слушай, я вот к Турции бы готовился больше, чем к своему дню рождения. Я бы просто вообще там на шугаринг сходил бы, блядь, что все это там. Это, нет, слушай, не, ну в Турцию это вообще пиздец. Во-первых, как ты правильно говоришь, шугаринг все вот это, маникюр, педикюр. То есть надо себе татуаж сделать, блядь, нормально, чтобы ты когда выходил из моря, блядь, у тебя брови, блядь, это не стирали. Не стекали, блядь, по емалу. Ну, может это. Я бы вообще как бич бы жил бы в России, все бы откладывал, но вот пришло время Турции, я уже недели на три на. И просто, блядь, я еду во все города, пока мужика не найду. Да-да, вот пока не найду пиздатого Турка, буду ездить. Просто после каждой ночи буду одеваться, блядь, вот это вот. Какая там одежда, это дорогая у них там, нижнее белье, как там, блядь, агент-провокантор. Виктория в это... Сикрет, да? Да-да-да. Ну, Виктория Сикрет, агент-провокантор. Я бы одевал бы чулки и говорил, слушай, ну что это, походу, я поехал дальше. Я попользовался тобой, ну да, бывает, турок просто не понимает, что по-русски происходит. Меня что, кинуло тело из России? Не, а я бы знал, что не надо к молодым туркам, у них денег нету сто процентов. Надо, да, надо к постарше туркам, лет может быть, ну, пятьдесят, пятьдесят. Не, ну ты там все, что я, блядь. И прямо вот плывать к ним, когда они на яхте идут. Прям вот плыть на перерез яхти, блядь, чтобы... Прямо помогите! Чтобы меня турки наставили, такие, о, с тобой, красавица, Наташа. Я такой, блядь, чуть меня не переехали яхты свои, дорогой, наверное. Я бы, может быть, шампанского у вас найдется, так плохо мне. Такой стресс. И там все Наташи. Оставляйтесь. Спасибо. Смотрите. Кто-нибудь поехал бы с самым таким турком нормальным? На этот джипинг. Чтобы он меня прокатил на джипе по этим речушкам местным. Вот. И показал достопримечательности всякие. Чтобы водопад был обязательно, в котором можно постоять, под которым. Фоточки поделать попрошу. Противостояние нарастает. Зажжет ли сердца судей кубанская казачка? Мне хотелось вам сразу сказать, вау, 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 полегче. Чем удивить жюри самая образованная участница кастинга? Я сапиосексуалка, и считаю, что интеллект, как говорил Цицерон, все свое я ношу с собой. Сапиосексуалка. Это, знаешь, что означает... Ссылка на маргинальную конфу, да, скинусь. Пусть туда идет. Да-да-да, ты там сразу паук. Ее там спроси. Пара вопросов, пусть все сразу понятно. А на тех, которые будут ответить. Да. Все зависит от определения. Да-да-да. Как определение дашь, так оно и будет. Достаточно. Давай зачетку, я ставлю тебе пять. Строго, спасибо за 300 рублей. Да-да. Сейчас я отвечу на этот вопрос. Я живу в Калифорнии. В следующий раз выйду замуж. Карта плохая выпала. Плохая карта? Да. Неужели я нашел? Ходил на одиночный митинг ЛГБТ. Издание, блядь. Твичекому, блядь. Да-да-да-да-да-да. Да, никто ко мне не подошел, никто не имел права. А я, блядь, стоял эту хуйню всю свою и сложился в рюкзак и уехал обратно. Никто ничего не сказал. Такое было. Пришла сама Седокова. И сможет ли Айлина найти более подходящий купальник и попасть? Ох, интрига. Не пропустите. Интрига, интрига, конечно. Но хорошо бы, чтобы она ее взяла. А вот этих вот заучек я сразу скажу, что мне это не нравится. Вот такой вот излишний, блядь. С ней будет тяжело. Ты будешь ей говорить, слушай, встань ты, блядь, нормально. Да раздвить ты ноги. Да я сфотографирую тебя. Она начнет. Блядь, там какие-то опять эти мне... Сцерона какого-то. Что такое, блядь? Ранее судьи взяли в шоу Викторию Гасанову с восточной татуировкой на груди. Точный перевод вы знаете? Унаги Маки. А так? Не было такого. Да, да. Кстати, когда мы смотрели, это все монтаж, блядь, подделка. Это вести монтаж. Монтаж, монтаж. Дураками вставляют людей, блядь. Слова переставляют местами, говорят, что ты долбоеб. Так своими ртом искал, я долбоеб. А на самом деле ты сказал, что я... А вот родился в Ленинграде. Пиздец. Не отправив ее найти более подходящий купальник. Я хочу, чтобы вы пошли и нашли другой купальник. Хорошо. Она второй раз выйдет на подиум и попытается попасть в проект. Смотрите прямо сейчас. Блядь. Ну, Николай, ты даешь. Ну, тут же сейчас ей в этот купальник что-нибудь насыпят как-то. Посмотрим. Внизу реально было неприлично. Ну, правда. Прям реально неприлично. Мы работаем на... Слушай, я вот... У меня есть знакомый, который в балете выступает. Я у него спросил, а правда, что все вот происходит в балете, как в фильме «Черный лебедь». Он сказал, что почти, что да. Да ладно. Ну, почти да. Там вообще жесткая конкуренция, блядь. Там прямо вот тебе реально куда насрать могут, если... Ну, ты, ёб-то, кого исполнять будешь, блядь? «Черного лебедя», блядь, или «Лебедя номер семь», блядь? Так а чё, не похуй, нет? Конечно, не похуй, ты чё ебанулся. Я это... Ну, спектакль небольшой, да? Да это ты спектакль небольшой. А это «Спартак», блядь. Ты прикинь, блядь, «Спартака» сыграть. Это всё пиздец, блядь. Кого играл на сцене? «Спартака», блядь». А я как-то играл в школьной сцене петуха, который... Который подбивал зэков на революцию назад. И закоррекал. А я играл в этого, блядь, пистон. Да-да, тоже хорошие. Но мы не дрались за роли особо. Я не помню такого. Там были они все примерно вот как петух. Все петухи были. Дети. Твои дети. Мои, возможно, когда-то будут смотреть дети. Им вредно узнать, что женщины там складируются иногда? Не вредно. А что случилось? Не могу понять. Что такое? Он говорит, неприлично в зоне, там, паха. Что такого там было? Я ничего такого не понимаю. Ну, я так и не помню. Может, там губа торчала, блядь. А, ну и ладно. Просто эстетика. Большие губы. Тут рука купальник. Да, тут другим купальником. Да, она. Да, тоже не очень, блядь. Закрытые купальники здесь ни к чему. Это хоть не полный. Купальник полный, блядь, честно сказать. Надо прямо вообще бикини, блядь. Как в КТАВайСити, чтобы будете, блядь. Вот, да-да-да. Слушай, мне вот тоже такие купальники не нравятся. Да они никому не нравятся. Нет, слушай, все-таки мне кажется, что вот у женщин, которые в теле, им прикольнее купальники такие, знаешь, которые вот прям... Все показывают. Ну, где надо, закрывают, где не надо... Надо закрывать, ты ж пойми, живот в основном, понимаешь? Типа, вот все смотрят там, даже если пухлая попа, все посмотрят такие, блин, ну вот это бампер, конечно. Потом посмотрят, типа, бля, ну сиськи вообще просто пиздец огромные. А вас смотрят на живот, скажут, бля, хмух, вот если бы не живот. Ты ж не будешь носить просто, блядь, вот, у тебя будет низ открыт, сиськи видно, а тут просто перемотана пленка пищевой, что ты худой. Типа, не будет такого. Поэтому приходится выбирать. Такой купальник. Татуировки у всех пиздец есть. Татуировки у всех пиздец. Сказал о том, что вы мне нравитесь, у вас классная фактура, мне нравятся ваши такие правильные азиатские нотки, я говорю вам да. Спасибо. Мне нравится ваша выразительность, жестикуляция, вы флиртуете, располагаете... Это тебе кажется, блядь, на самом деле. С тобой никто не флиртует. Кащей, блядь. Да-да-да, чахнуть, блядь, сидеть. Что-то там это, флиртует с кем-то, что-то, да, блядь, все кажется, это придумал ты. Этик себе, это очень красиво. У вас это получается естественно, видно, что это в вашей женской природе, это очень женственно и красиво. Вот этим вы берете, и я это вижу, как вы это делаете, я думаю, у вас большое будущее. Спасибо большое. Не ревите, а то сейчас я заберу свою, да. Нет. А у тебя какой ответ? Вы сдержался. Вы сдержался. Вы такая настоящая, а еще учитывая... Я же первый вопрос, который я вам задала, вы модель? Вы реальная модель? Читаю, как-то они очень много с ней, блядь, возятся, нет, Никит? Ну, слушай, может быть, может быть. Вот мне такое ощущение складывается, что как бы одно они... Они не дали шанса, никакой другой там... Вот там другой купальник возьмите, что-то еще. Ну, кроме тех, которых отправили в комнату с этой прям... Что-то? Кот залез на балкон. Вот, как бы сходите, все это сделаете, потом опять ее обсуждают, нахваливают, еще что-то делают. Много, много сказали, да, принято, дальше будем видеть. Дальше посмотрим. Все, да, скипаем. Как в совке, что было? Да, да, все, по очереди. Переодеть купальник. Перебили прям, спасибо. Все, сразу мысли нет, сбилось так, чтобы я не вспомнил. Блин, вот, давай теперь это... Я, короче, хочу, чтобы мы имена друг друга на английский манер. Ну, давай, как? Давай ты будешь Энтони, а я буду... А я не знаю даже. Ник. Давай ты будешь Никитой просто. Как будто ты разговариваешь. Давай, 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 ты будешь Никитой, а я буду Анто. Давай поменяемся именами на один день. Хороший день, Никита. Слушай, Антох. Все, ребят свапнулись именами. Да, 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 до конца этого серии. Потому что, ну, вот, это все стало совершенно по-другому. Вот ваш силуэт, он стал совершенно... Ничего не изменилось, блядь. Нихуя. Просто вот, немного стало получше, да, вот, облигатик делать в зоне паха, все. Больше ничего. А жопу я так и не увидел, Антон. Ну, да. Что ты думаешь? Слушай, Никитоз, я с тобой согласен. Вообще, этот, блядь, купальник, он прям... Это просто, это знаешь... Это развлечение пяти лет. Да, да, да. А давай, говорите, вообще, всю серию вести на выдуманном языке. Чтобы было весело, да. Нас как бы тут еще в комнате, блядь. Да, да, да. Говори только на выдуманном теперь. Да. Я тоже считаю, что вы должны быть в нашей передаче. Спасибо. Это другой тип фигуры, и на него тоже нужно шить одежду. Я считаю, что такой тип фигуры тоже имеет место быть. Но я, прежде всего, мне ничего не решают. Ну, я прыг, драман, татун-тун, и тапа-тапа-тапан. Тима, турам, туркутр, тинта, так... Унтравинтрава, погуляй, гибель. Чики, так юрки. Зима, зима, чики-паки. Цита, цита, цита. Дин-дум-бум-бум-дан-дан-дэн. Бара-бара-бара. Лас. Да. Красава. Да, да, да. Исчерпывающий комментарий. Да, да, да. Да, это снято еще. Просто я не знаю, что мне делать. Ну, через черное. Я понял, что надо давать какие-то комментарии, когда паблики какие-то в интернете просят дать комментарии. Ну, такие, да? Иной ситуации я просто буду. Нихуя себе, это ты сейчас придумал? Да, да, да. Слушай, Никит, ну ты молодец, конечно, тебе стоит это, может быть, реальный язык придумать свой, как вот Толкин. Да я вообще чувствую, знаешь, что я полиглот во своем. Может быть такое. А еще я считаю себя потомком Чингисхана. Тоже есть такое? Да, да. Тебе определенно нужно собрать будет на день рождения, я тебе подарю сертификат все-таки на генетический тест. Бля, мог бы подарить, нахуй ты об этом же сказал, подарю бы просто, я бы вообще охуел. Ну, так ты и так охуеешь. Ну, да. Я супермодель Алексей, все жаждут меня видеть, и я буду вас радовать до самого конца. Какая вообще талантливая. Но в душе в них лежи, я романтика душа, я так верю в эту вашу, блядь, любовь, и что теперь всем умеем петь. Женщина, не танцую, женщина, я не танцую, хватит улыбаться, нормально с ориентацией, а потом, а я танцую, женщина, а я танцую, никого я не рисую, как умею, так танцую. А ты мне этого чувака напоминаешь, Антон? Да, почему? Это, кстати, не самое плохое. Видели, да, как он в Пугачеву упал, как напел эту песню, прям на концертном зале полез по рядам, прям поет и упал прям на ауло. Это было неудобно, конечно. А почему ты-то, ну, талию не забанил, скажем так? В этом случае. Песочные часы-то почему? Вот смотрите, почему эта история, да. Потому что здесь очень хорошие ноги, на них можно всегда работать. Да, да, да. Это раз. Очень красивая, правильная, я про это сразу вначале проговорил, правильная чистая линия. Даже он спрашивает, ты по какому принципу сказал «да». А это просто вот вообще из головы выдуманное, нету тут никакого, это как, знаешь, дегустаторы пива, блядь. Да, а зачем они нужны вообще? Это просто, да, 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 да. При заводе должность, так что ли получается? Да, 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 прям работают дегустатором пива при заводе «Балтика». Вот сегодняшняя партия сварилась, пиво, мне наливают, значит, с первой по девятую. И я пробую, такое, 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 и говорю, что сегодня хороший солод пошел, сегодня вкусно, а на следующий день раз, что-то сбилось. Вот это, пивоварка там переварила, бля, хуевое пиво, давайте не будем пускать. Вот так вот это все и работает. То есть, надевая на нее даже просто белую рубашку, распахнутую до середины груди, и какие-то джинсы скини голубого цвета, никто никогда в жизни не узнает о том, что у нее там есть какой-то животик, о том, что у нее узкая линия бедра, ее можно оформить. А что, а нас так можно оформить вообще? Может, нам к каким-нибудь стилистам сходить, блядь? Может быть, мы всю жизнь выбираем с тобой не те вещи, которые нам нужно? Я тоже думал об этом, что реально нанять стилиста и сказать, вот, помоги мне выбрать одежду, типа, на такую-то сумму. Да, слушай, на 10 тысяч еще можно одеться, нормально? Футболка, кроп-таун, джинсы, блядь, фан-дэй. Нью-йоркер. Нью-йоркер, блядь, я помню, мы с Хоуном пошли покупать вам пальто в Нью-йоркер и скидку выпросили за то, что на нем пуговиц не было. Причем скидка, это, я просто, вы считай, дешевле было это пальто только с пиздец, блядь. Пришли там, типа, ну, может, там не все пуговицы, блядь, не было изрядное количество, пришили их, блядь, какие-то, блядь, оно носка, пиздец. Это было, вот тот Нью-йоркер, который был там в 2009 году, он вообще нихуя не такой же, как сейчас. Да я не знаю, он всегда был таким же, как был сейчас. Не, честно говоря, да, если тогда уже не было пуговиц, ну, блядь, чё, как пуговиц нет на пальто. Просто холл купил себе мантию. Колодки сделать сложно. Это да. Невозможно в принципе. Или что красиво сделать? Единственное, что невозможно сделать, это чиколот. Да. Странная постановка ног, как бы иксиком. Я художник, я так вижу. Ну всё, блядь, проходишь сразу же, мне кажется. Да я не знаю, а чё такого-то в ней? А я не знаю, просто миловидное лесо красивое. Вот она, наверное, там будет говорить, что вот она идеальна для того, чтобы делать её фотографии. Фигуры, а не песочные часы. Ну это правда, да, но с другой стороны, типа, видишь, вот можно и личиком вытянуть всё, посмотрим. Опять купальник всё портит. Представьтесь. Меня зовут Анна. 26 лет из Москвы. Кто вы по жизни, Анна? Ага, интересный вопрос. Я порноактриса. Но сейчас я хочу сменить свою сферу и уйти в модели размера плюс, потому что всё-таки... О, Анна Гривкова. Так, подожди, посмотрим ещё раз. Нет такого, пиздёж. Классический? Да, да. То есть вы вот, когда... Выводится все этот список, вы просто обычный классический секс. Да. Какой такой список выводится? Список, типа, порноактрис, когда ты водишь. У неё обычный там. Ну, я не знаю, для кого обычный порно сделан. Для детей, наверное. Потому что после 25 лет ни один уважающий себя человек не будет смотреть, блядь, классический. Обыкновенная, да. Блядь, полный ебать. Да, да, неинтересно. Если хотите интересного чего-то, я думаю, что вы просто на ифакт заходите, там пиздец. Или фэронетворк, блядь. Фэронетворк. Да, там все женщины, просто как будто с ними прожил в одном дворе. Всю жизнь. Вот они мне мерящатся там такие. Молодые. Со мной одного года. Чонки, всё, учились в школе. Там женщины постарше, блядь, Нина Ивановна, это там всё. Как будто оставался у них, когда мама уезжала. Все свои, блядь. Подруги мамкины, блядь. Подруги мамкины, всех знают, да. Все что любят, кто что любит. ...с этой историей. А, то есть мы по лайту. Да. Да. А как к этому относится ваша родня? А кто сказал, что она знает? И она и сейчас не узнает, мы вам больше скажем. Это... Да, непонятно, на что вообще рассчитывают люди, когда говорят об этом. Да, ну, скорее всего, пиздят. Это, скорее всего, просто пиздёшь, действительно. Ну, слушай, наверное, конечно, неловко, знаешь. Вот я просто понимаю, что у меня мама и бабушка смотрят все мои видео практически. Вот, ну, мне кажется, у каждого родителя блогера смотрят их видосы, да. Ну, понятное дело, у меня тоже мама. А вот когда у тебя сын или дочь порно-актриса или форно-актрица... Ты не смотришь, наверное, все видосы? Да, смотришь все видосы или ничего не смотришь, или так выброшь. Ну, кто его знает, знаешь, может быть, как-то изредка зайдут, посмотрим, что снимают. Это, блядь, моя дочь. Приходит на заводик, там, показывает, там, посмотрите. Чё творит, а? Или наоборот, к нему подходят и говорят, вот, вчера, видите, новый бюджет твой... Да, твои это и дочки, да, Витя? Да, да. Да, 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 моя дочь. Да. Скажешь, никому не скажешь. Сейчас наша миллионная аудитория будет молчать, да? Конечно, договоришься. А вы загорелись сейчас? Или напугались. Или напугались? Да, вот сейчас забыли спросить же самого главного человека на этом кастинге. Я вижу форму немножко дряблой. Очень красивый на лицо, но я буду говорить, как есть. И прямо вот отсюда, вот досюда идеально. Фантастика. А туда немножко как бы вот висит. Что-то надо делать. Смотрите, а кто сказал, что модели плюс, они, у них идеально еще будут? Не вопрос идеальности, а вопрос плотности материала. Блядь, пиздец, такие нюансы, конечно. Вот еще как бы у тебя толстая кожа. Другой момент, честно сказать, будто, ну, предыдущие участницы, у них... Да, не было этих проблем. ...дряблостей, да. Дряблостей не было только у той, которая себе все выкачала, нахуй, и пластику себе переделала на всех частях тела. Ну да, и ей сказали, да, мать, да, о чем я считаю? Да, Наташа. Да, Наташа. И вы в проекте. ...эли такие, как Кэшли Грэм, бесконечно качаются, потому что для подиума это важно. Я тоже, к сожалению, говорю нет по этой причине. Да, 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 да. Она такое еще лицо делает, как будто бы ей, ну, не расстроилась ей похуй. Да, да. На самом деле сейчас внутри нее это какой-то пиздец, от творится. Конечно. ...поникшей головой. Лично я вам говорю да, но мое мнение же... Ну, это податчиками не нужно. Да, 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 это как Кость Пожуй, кривозубый крестьянин. Да, да, а ты так... Спасибо, блядь. Теперь не так обидно, чтобы мне из жалости сказали да. Действительно легче стало. Шла бы ты нахуй с такими податчиками. Может быть, вы из себя еще чуть-чуть приведете форму, раз вы уже встали? Ну, потому что, согласитесь, да, должна быть еще эстетика. Поэтому я думаю, что у вас будет прямо она вот в дюйме от пощечерки. Вот по сути, по сути, они просто сказали, вы безобразно жирны. Да. Ну, то есть... Вот есть красивая жирнота, да, а вы безобразная женщина. Мы говорим, вам нет. А для того, чтобы привести себя в то состояние, когда вам уже не смогут отказать. Хорошо, спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Будем ждать вас снова. Не все должны были попасть. Обидели девочку. Обидели? Ну, нет, ладно бы, если бы они сказали просто, что извините, вот вы не подходите, у вас там-то, там-то проблема. Вы просто сказали, безобразная нахуй. Виктория Кудряшова из Санкт-Петербурга даже не показали, как... Как она выходит уже. Да, 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 да. То есть, либо истерика была, либо вообще. Истерика. Ну, обидно, а как же, конечно. Тройной девушкой. Но после свадьбы стала набирать вес. У нас была такая... Сва... Свадьба. А после свадьбы сам гре... Нет, это бог велел набрать. Фак! 14 февраля в аквапарк. Так. И там, чтобы скатиться с горки, нужно было взвеситься. И тут прямо у горки оказались весы. Я встала, вся очередь, которая была сзади меня, увидела, что я практически вешу 90. После этого расплакалась. Это был как раз день влюбленных. Я стеснялась ходить в... У меня, знаешь, какая история была, вот, похожая. Ты был когда-нибудь на Лазурном озере в Питере? Нет, нет, нет. Ну, это, типа, такой пляж за городом. Там есть такая охуйня, типа, знаешь, батут, на которой прыгает челик, а ты на краю сидишь. И когда он прыгает, ты, типа, подпрыгиваешь вверх. А, тебя подкидывает, да? Да, 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 да. Так. А вот мне говорят... А вот говорит мне вот этот, который жилет мне дает. Он говорит, а ты сколько весишь? Мальчишка. Я говорю, 85, а он говорит, что ты, блядь, пиздишь, все 90 ты весишь. А мне так обидно так стало, знаешь. А ты правду сказал, да? А он правду сказал, да, да. Мужичок, ты знаешь, классно тренированный, Никит. Ну, просто он-то как бы тоже не ожидал, да, что он промахнется. Пошел он в пизду, блядь. Да пролетел, батутчик, ебаный. Кто он такой? А мы его заказать можем. Горь, где живет. Нет батутчик, блядь. Причем, знаешь, батут, блядь, прям, пусть батут расстреляет, нахуй, чтобы у него просто не было способа зарабатывать. Прийти ножами порезать этот батут просто на глазах у него. Че, сколько я вешу, говорит? Он такой, вы самый стройный человек на земле. Ой, я и так не люблю, когда мне пиздят. В купальнике ходить, загорать. И тут я узнала, что в нашем городе проводится конкурс красоты для девушек пышных форм. Вот я там прошла обучение, вышла в финал, получила корону, вице-мисс. И так у меня закрутилась модельная жизнь. Ой, слушай, ты когда модель уже, и так модель, она еще выше хочет менять, планку поднять. Ну, видно. Понятно. Это модель, кстати, самый топовый кастинг в этом плане, вот в этом сегменте, так сказать. Понимаешь? Мисс Россия, по типу. Ушки. Класс. Берем. А вы с детства были курпулентной? Нет. Да, вот я вижу, что. Я после свадьбы наврала вес. Муж хорошо готовит? Мы как-то все... На доставочках, нахуй. Ну, я думаю, да, то есть там вот, там пиццу закажем, там бутерброд сделаем. Чайкум? Чайкую. Потом встаешь на весы. Ебай. Так ты модель, Алексей. Любим оба поесть, мы ели вместе, на кухне сидели, а потом, вот, он остался худым, а я пополстил. Ну, знаете, судя по вашим формам, не зря ели. Очень все гармонично получилось. Очень правда, вот есть несколько категорий плюс сайз. У вас абсолютно гармоничная верстка тела. Прекрасная линия талии. Прекрасная абсолютно. То есть при моем навыке, вашем желании и так далее, я могу сделать, одеть вас так, что никогда, никогда в жизни не поймет, что вы 50-го размера. Это, наверное, плюс все-таки для модели XL. Честно сказать, вот, конечно, такое сомнительное решение, что если ты по природе своей, как бы, женщина худая, да, набираешь вес, как по мне, надо сбросить вес, а не исти до модели XL, как бы. Ну, то есть, как бы, она просто потолстела, да, и смирилась с этим. Да, да, она такая, ну все, типа, модель XL тогда. Я слышал конкурс какой-то есть для толстых баб. Я просто к тому говорю, что, ну, если расположена женщина, но она крупная сама по себе в природе, то есть, это абсолютно так со всеми, то есть, и мужчина крупный, то для него, может, набор веса, это как-то, ну, в норме вещей, то есть, это не так сильно влияет на... Ну, понятно. Да, да, да. А если, да, да, вот, а если ты худой, ты набираешь лишний вес, вот я по природе своя, вы не поверите, но я худой на самом деле. То есть, ну, вот это все лишнее, этого не должно быть. Ну, красивый же парень, ну зачем тебе, Никита, лишний вес? Да мне и не нужно, Антон. Ну, если бы он тебе был не душа, да его бы не было. А вот ты, Антон, по природе своей тоже толстый или худой? Толстый, да, да, да. Прям по природе. Никогда я не был вот таким прям худым-худым, у меня вес всегда прыгал всю жизнь. Блядь, бомбило, видите первый выпуск Хавана, вот посмотрите, какой Антон был. Ну, это было, да, ну не, в школе я был, ну, там, пухлым, потом в универе я сильно похудел, потом опять пухлый, потом опять похудел, опять я жирный. Вот, вообще не знаю, какой у меня вес. Скорее, предрасположен я к полноте, потому что вот что не съем, все, блядь, сразу. Да, вот то же самое, то же самое, Антох. Вот это, конечно, проклятие, блядь. Да, да, демоны наслали на меня жирным, чтобы был бес. Суки. В церковь схожу, блядь, похудею. Все, Антон, на Пасху пойдем все еще раз. Куличи есть. Люба кулич сделала, я его весь сожрал вообще. Я бабушка сделала два кулича. Один съел сам. Вот это то же самое, потом пришел к маме в гости с батей, там еще кулич, яйцами бились, это пиздец какой. Моя бабушка сейчас еду передает мне. Знаешь, что передает в основном? Пельмени. И вареники. А, и пельмени тоже. Вареники. И лук жареный еще к вареникам дает, чтобы. Ой, блядь, я даже целиночку не даю. Вареники, пельмени, пельмени. Ебать нахит. Ну, блядь. Живем. Живем, хорошо, еб ты. Мазально. У тебя там мозги, которые тебе в голову не поместились. А, у меня мозги, которые в голову не поместились. А ты, Сережа, давай к нам. Черт чего. Черт чего. Помогу. На первое время деньги нужны будут. И фотографу, и заказчику. У вас прекрасные длинные ноги. Да она идеальная вообще. А можно вот это вот снять, вот, женщину-кошку? И как-то сымпровизировать еще с волосами. А вот так вот сделайте, вот так вот? Если честно. Ну, вот так уже лучше. Да, хороший линия спула. Куда-то девается шея, куда-то пропадает. Хорошо, 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 молодец. Вот так вот еще получше стало. А вас сымпровизируйте-ка что-нибудь. А, 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 можешь вам прощаться? Тебе хочешь или не хочешь, что ли? А ты, а вот, не, ты сказал, что, а ты все-таки хочешь, хочешь или не хочешь? Мне очень нравится фигура, но мне не за что лично. Мне не за что зацепиться в лице. Да ты охуела, что ли, сидишь тут такая, как у меня батя говорит, ебало сытая. Сидит постоянно, это, что-то там, нога на ногу, самая такая, что ли, эксперт. Ты за твою ебало не зацепиться. Знаешь, это, конечно, такая фраза, ебало сытая, мы только на территории бывших Советских Республик, наверное, могло бы появиться. У меня постоянно, да, батя говорил, типа, когда он там встал в пробке на машине, и там кто-нибудь его обгоняет, там, знаешь, прям, ну вот наглый какой-то, который там всех, бать такой, ну сиедет на этой, блядь, своей БМВ, и видно, ебало сытая, лысая, там, четыре складки вот здесь вот, блядь, на шее. И просто, просто видно, ну, едет, мразь, едет. Тебя ведете на каблуке, это сразу для меня огромный плюс для вас. Хочется к чему-то придраться. Да, вот я тоже сижу и думаю. Я сейчас скажу очень серьезно, прям очень, к чему придраться хочется. Итак, придраться не к чему, поэтому я сразу говорю, да, спасибо, что пришли. Чушь, чушь, ебаная, зачем просто сказать? Просто говорить, чтобы говорить. Да-да, говори, 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 говори. Ты будешь говорить или не будешь? Я буду говорить. Я буду говорить долго. Херсон, блядь. Я говорю вам да. Спасибо. Я говорю вам да. Ну, сварили, конечно. Да вот за эту попочку и талию можно вообще... Все приподнято. Все есть. Убегите уже. Спасибо вам большое. До встречи. Прошу. Слушай, в каблуках тяжело бегать, как думаешь? Да я хуй его знает, наверное, нет. Пиздят они все. Просто ноги кривые, бац. Я к тому, что для мужиков будет такое шоу? Нет, я бы сходил. Блядь, вот классная идея устроить марафон на каблуках. Кому? Женщинам, чтобы они пробежались? Нет, мужчины. Такие, чё в этом классного? Сука, ноги переломать. Блядь, на каблуках бежать. Чувак, я не могу, блядь, тевак. Я не могу пробежать, сука, просто пробежать. В кроссовках. Да, в кроссовках, блядь, спортивных. И ты говоришь, на каблуках бегаешь. Тебе что? Давай, хорошая идея. Слушай, 100 метровка, типа, блогеры соревнуются, кто быстрее добежит до конца на каблуках. Ну вот когда вообще не будет, блядь, все реакты будут сделаны на все шоу в мире. Тогда мы с тобой, Никита, побежим. В каблуках 100 метров. Я тебе обещаю. Привет, меня зовут Лейла Амар, мне 34 года, и я из Воронежа. Пришла я потому, что захотела стать моделью пластсайз. У меня находится очень много недоброжелателей. Минни Маус, жена Микки Маус. Микки Маус. Жена Микки Маус, Минни Маус. Мини Мыши, жена Микки Мыши. За спиной, типа, она такая жирная, это так неэстетично на сцене, ей сначала надо похудеть. Ну, почему-то люди считают, что они имеют право указывать другим, как им выглядеть, как им и чем им заниматься. Слушай, ну надо тоже уметь, да? Я вот, блядь, просто бы упал бы. Слушай, я тебе так скажу, на самом деле не хватает больших людей в Голливуде, потому что есть очень крутые большие актеры, знаешь, по типу Джона Гудмана или там этого самого... Нет, Дэнни Дэвид, я вообще считаю самым лучшим актером в мире. Даже тот, по-моему, полицейский с Беверли Хиллз, если помнишь. А, ты знаешь, от чего он умер? Нет. Он же умер очень рано, ты же не видишь его сейчас в фильмах. Он умер где-то в 27, он спидбол, блядь, принял. Смесь героина и кокаина. Зачем он это сделал? Ну вот так... Балдежнуться решил. Балдежнуться решил. Это как бы была первая его серия? Ну, в смысле, фильм такой прям известный. Ну, да, да, но вот, слушай, после этого его, конечно, стали звать вообще везде. Там ему пророчили будущее, как у Билла Мюрра. Ну, кукушка съехала у чувака. Съехала кукушка, да. Также закончил, к большому сожалению, Бен Лугоша. Или Стив Лугоша вроде. А я не знаю, кто это. Ну, блядь, это брат другого Лугоша, который, типа, тоже актер. Короче, все это наркоманы, блядь. Да, да, да. Типа, сторчались чуваки. Или нет, не Лугоша его звали. Сейчас скажу, как его зовут. Прям сейчас найду, ребят. Никуда не торопитесь, нет? Джон Белуша, блядь. Вот, точно, Джон Белуша. Белуша умер? Да Джон Белуша, это его брат, блядь. Он был популярнее того Белуша, о котором ты подумал. Он был популярный в то время, но слишком рано умер. Тоже от спидбола, блядь. Вот такая. Пиздец, а что они за плетет? Ну, не могут найти лазейку. Если он такой опасный. Я, как всегда, выйду на сцену и всех порву своей харизмой и безумным очарованиям. Мышка. Маленькая. Блондинка, вот я уже отсюда. Ножки хороши. Ну, это вообще не купальник, блядь. Это какая-то хуйня. Это полная хуйня. Я сейчас помню вот эту бабу из кунг-фу-банды, блядь. Слушай, правда, был отстой полный. Я вот что-то, конечно, сейчас вспоминаю. Вообще кринжатура какая-то. Мы сейчас проходим по этому же сценарию. Опять мини-маус какая-то. Да, 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 да. Что это такое? Видите, как у них двигаются все части тела? Отдельно, попочка отдельно, животик отдельно, грудь отдельно. Расскажите о себе. Меня зовут Лейла Амар. Мне 34 года. Я из Варанжа. Это псевдоним или... Это сценический псевдоним, но я занимаюсь восточными танцами. Мы это заметили. Ой. Уже очень много лет преподаю. Опять же, вот. Куда, куда, куда полезла-то тогда? Куда? А что? Ну, хочется человеку. Ну, понимаешь, типа, вот опять, вот именно, что он просто хочет. Ему это не жизненно необходимо. Тут философия какая. Ты имеешь пышную форму. Я тебе так скажу. Почти все, что ты хочешь, тебе жизненно необходимо. Нихуя подоград. Тебе, наоборот, не жизненно необходимо. То есть, если... Я тебе так скажу. Вот тебе и квартира-то не нужна, по сути-то. Ну, по сути-то, блядь, да. Да, не нужна. Да, на... Люди же как-то жили вообще под открытым небом. Все, не надо. Как-то же об этом обходились, нахуй, без этого. То есть, как бы, нам вообще ничего не надо. Мы должны просто есть, пить, дышать. Скажем так, тебе не нужна квартира, блядь, больше, чем студия, блядь. Правильно, поэтому я и живу в студии. Я человек адекватный. Я просто, понимаете, называется слово адекватность. Когда ты живешь в конуре, маленький. Антон, я могу с тобой спокойно махнуться хатами, если, типа, мне, я тебе так скажу, мне вообще похуй. Я тебя, пожалейники, тут ёбнись через день-два, блядь, когда ты не можешь... У меня нет дверей. А я жил в однокомнатной. Студия, еще раз, пожалуйста. Студия, открой ты, посмотри, как это выглядит. Я знаю, как это выглядит. Юлик жил в студии, я помню, как-то, когда-то. Лайла в переводе с арабского означает «ночь», а Марлуна. Когда вы приходите на кастинг, купальник должен выглядеть чуть иначе. Что-то есть под этой юбкой? Ну, просто я хочу уточнить. Это совместный купальничек. Это такое. Да, вот я просто хочу понимать, линию бедра хочу увидеть. Да, здесь все вот так вот. Линия бедра, кстати, хорошая. Вот какая у вас хорошая линия бедра? А вы ее зачем-то закрыли? А вы ее спрятали. Ну, немножко, да. Чем, да, реально руководствовался? Нахуя надел этот мешок? Надо было ходить голый, блядь, да и все. У вас хорошая плотность тела. Зачем это прятать? Очень вот этот болеро, прости господи, зачем на вас? Если я услышу сегодня четыре «да», я думаю, что будет возможность показать все в дальнейшем. Так, а нихуя себе! Это что такое? Нас что, сейчас шантажируют? Натуре, блядь. А кто? А наху, ну, это тебе нужно, а не нам. Да, да, слушай, я обойдусь без твоих купальников. Да, спасибо, блядь. Не, не, я это, блядь, я бы сказал сразу «нет», я говорю, что такое? Ага, то есть вы уже торгуетесь. А болеро-то можно снять? Ну, я тоже хочу понять, насколько зыбкие руки. Совсем не зыбкие. Руки как руки. В прекрасной форме что и от кого вы прячете? Ничего не прячу ни от кого. А чего нарядились-то так? В смысле, как нарядились? Нет, зачем вы захотели скрыть руки? Да. Я просто захотела, потому что игра плечами и рукава красивые брали. У вас прекрасно играют плечи без этой накидки. Вы же не на танцы пришли, не вижу причин мне отказывать. И очень красивые руки. Бля, ну это что-то наглость какая-то, Никита. Полная наглость, Антон, честно сказать. Это наглость, неуважение к проекту полное. Вот если бы я был бы менеджером Макдональдса и ко мне такой челик пришел, устраивался на работу. Я бы ему хотел сказать, покажи санкнижку, блядь, в которой написано, что ты не спидом болеешь. Он такой, вот как возьмете, я вам, блядь, буду все показывать. Ты что, сука, охуешься, что ли? Потому что ты больной, блядь. Будешь, бак, гамбургер, картошку руками трогать. Люди заболеют. А, значит, я без вас пойдусь. Это мы тебя без тебя обойдемся, нахуй. Не нужно. Вы руки, очень хорошие ноги. Пусть не такие длинные, как мне хотелось бы, но правильный каблук. Форма красивая. Очень, очень. Бля, вот у девушек, конечно, всякая вот эта вот хуйня. Типа форма такая, бюстгальтера, каблучки повыше, пониже. Какие-то там платья длиннее, короче. У них есть возможность сделать зрительное какое-то, ну, дать понять, что ты вроде как красивая. И полнота тебе к лицу. А если ты мужик, у тебя все просто. Кроссовки, джинсы, штаны и футболка. Ты урод, блядь. У тебя нет никакого свободы для маневра, блядь, никакой. А потом, а в отпуске шорты и панамы. Шорты и панамы, хочешь, блядь, да. И вот я на самом деле так подумал. Очень долго я на самом деле стеснялся того, что там мне полноват. Это там, знаешь, ходить загорать, там, купаться. А потом, я не то чтобы как бы забил на это дело, конечно, ну, не надо бы с этим работать. Но с другой стороны, а что я сделаю, блядь? Я ж не похудею завтра. А я не знаю, Антона. Ну, слушай, меня всегда вот не сковывало это, честно сказать. Ну, вот видишь, это понятно. Просто понимаешь, когда ты на пляже, блядь, ты же понимаешь, что по сути, блядь, это только 10% этих худых, блядь. Худых, красивых, накачанных, кстати. Ну, в любом случае, я к тому, что, типа, девушки хоть как-то могут еще это компенсировать. Их купальники вообще есть закрыты. Ты хоть чувствуешь, что ты в одежде какой-то. А мы с тобой, блядь, мрази кушали бы, куру грели. А я бы, да, прям вот руками себе. Ложечку? Не, не, не. И пиво бы балтик. В таком тоненьком стакане прям, вот что, знаете, я бы, знаете, даже взял, наверное, тубурга. Еще классно, знаешь, ты курочку берешь, ножку, вот мне ножка нравится, кусаешь куру, жуешь и пивом еще подливаешь, чтобы какой-то такой хмельной был. Да, 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 да. И потом это обгладываешь кости, прям обсасываешь их и прям добиваешь до конца пива. И кидаешь детей, блядь, которые перед тобой сидят. Собаки просто, вот, подбежала анаповская собачка, какой-то бездомная, блядь. И ты просто, я прямо с тарелкой поставил, картонной ей на пол. И сидишь просто, пса, блядь, блохастого, гладишь, как своего, ебтый. И вообще, бутылочку, кто еще со мной, с собой возьму, откройте сразу, блядь, и просто хуяришь с тобой этот пес. Хоть по пятам теперь. А на следующий день уже их два. Да, 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 потом приходит целая стая злых собак, блядь. И ты, например, один такой, заходишь и такой, ебать, лежаки, свободные. Да, 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 прилег, все, то есть это, чувствуешь, нюхают тебе руку, блядь, и смотришь там, блядь, пять-шесть, ебать злых. Ты сразу, дать-то вам нечего. Так им ничего не надо, блядь, им покусать тебя хочется. У одной из этих собак, знаешь, такое, типа, область на теле, блядь, просто без волос. Да, 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 где-то упало там, кто-то дал под зад, и вот это, видно, что это злые, блядь, а ты в Анапе в это время все. С тобой будет спать возле твоего этого квартиры, где ты снимаешься, просто лежать вот так вот на ступеньках. Ты будешь выходить, блядь, за тобой будет везде. Это не совсем, наверное, песочные часы, но если вы в период нахождения на проекте не будете есть после шести, то я сделаю вам песочные часы, будьте в этом уверены. С меня танец. Комментируйте, коллеги. Это приватный. Потому что мне там уже танец какой-то, а вы помните, молчите. Парень есть у вас? Ей, блядь, смотри-ка, а, то есть парень есть, танцы все равно не отменяются у вас. То есть, как бы, хотите танец, танец, танец. Принято считать, что у полных девушек могут быть проблемы в личной жизни. У меня есть молодой человек, с которым мы уже встречаемся второй год, и он красавчик, он спортсмен. Ну, понятно, стурок. Вот, ребята, пример, да? Потому что съездили отдохнуть в 2016 году. Да-да-да-да-да-да в отеле «Аладдин». И вот я захожу на ресепшн, значит, это, мне там спрашивают, какая там, чего, все, заехали, да. И вот вечером захожу я, значит, что-то, типа, капулька, что-то, ну, такого, ресторанчика. Там мне молодой человек подсаживается, она сама одна тут. На русском, чистом русском, чистейшем. Да-да-да. А тут мне хорошо говорят по-русски, Антон. Хорошо. А как же ты будешь делать девочке, ну, с девочкой знакомиться, не знаю, русского как? Ты ж не будешь ей Наташи говорить. Все, нужно знакомиться на чистейшем русском. Как дела? Одна ли ту, где живешь? Я турок. Меня зовут Эмин. Насколько ты здесь, самый главный вопрос. Чтобы понимать, то есть, как бы, масштаб маневров, то есть, уже сегодня надо быка за рога-то брать или еще завтра можно? И во всем меня поддерживает, у нас с ним идеальные отношения. И у всех, займите, девушка есть парень. Вот говорят, да, что только вот у моделей, у стандартных парней есть. А у нас все пристроенные. Нравятся мужчинам такие девушки? Секрет в том, что мы слушали Павла Ракова. И что он там вам? Он рассказывает о том, какая... Блядь, она нечестно играет. Нечестно совершенно. Потому что Павла Ракова и Буракова никто не слушает. Потому что даже Павел Раков знает, что он ничего полезного не говорит. Поэтому это доебалово. Должна быть женщина. И вы применяете мои технологии, да? Ну, естественно. Вы, кстати, говорили о том, что женщина должна уметь хорошо двигаться. Да, это правильно. Это изнутри идет. Меня смущает все, что от груди до паха. Ну, мы будем с этим работать. Вы считаете, что это одно из самых сложных мест, называют женщины наших размеров, это верхний животик? Это верхний животик, который мы спрячем в утяжку, и никто никогда об этом не... Что, блядь, верхний животик? Это как верхний Египет, нижний Египет. Все Египет, по сути, понимаешь? Понятно, понятно, да. Бешкинин, вот река... Где-то жрецы, по-моему, где-то другие правила. Так, этому действию... Богатству. Да. Мы с ним вместе увидели рекламу о кастинге, он сказал, конечно, езжай. Да как же они так все? Я ничего не хочу сказать, может, просто он это решил на какое-то время пожить, так сказать, для себя. Ну, понимаете, о чем я говорю, да? То есть, конечно, есть, победи там всех. А сам... Без победы не приезжай. Да, да. А сам, ну, кто? Турок. Сами понимаете, да? Он как бы... Что в отеле Аладдин, что на Малый Бронный. Он турок. Это означает, что он будет точно так же знакомиться с Наташей, и ему никто не помешает. Пускают. Вы еще чем молодая. И молодого мужчину надолго оставлять нельзя. Мне 34 года. Ему сколько? 28. 34? А вы молодец. А вы прям рисковая, да. Серьезно? 28-летнего мужчину оставляет одного. Лейла, 34 года? Да. У него не будет претензий. Вы же, наверное, читали меня или смотрели мое видео. Вы понимаете, что женщина должна следовать за мужчиной? Да. Поэтому я скажу нет. О, блядь. Слушайте, а чему учит Павел Раков, блядь? Странное дело, да, какое-то. Вдруг мы узнаем, что Павел Раков-то оказывается за мужиков топит. Да, да, да. То есть там вообще, куда мужик, туда и ты. А если ты сама решила что-то придумать в своей жизни, да, пойти, например, на модель Excel, то ты уже все. То есть не по Ракову живешь. Жизнь по Ракову! Вот так вот мы будем теперь все это делать. Его бы добились женщины, если бы они всегда следовали за мужчиной. Ведь мужчины иногда ведут совсем не туда, куда нам надо. Могу сказать. А я и нет, не хочу, Павел. Павел Раков так долго эту теорию придумывал и нес ее прям вот через всю свою жизнь незримой ниточкой, блядь, своего этого, блядь, энтузиазма, за которым у него... И просто вот рисовалась первая возможность подискутировать над темой и сразу закрыли. Слушай, вот я что думаю, да, что... По сути, Павел Раков занимается тем, что вот, знаешь, он такой... Ну, я считаю, что жить-то это так. Напишу об этом книгу и скажу всем, что давайте, ну, типа, правильно. Вообще, жизнь нормально. Навязывает, да? Да, 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 да. По сути, вот вы просто живете, да, вы знаете, вот вы любите... Что такое вообще весь бизнес-тренинг, коучинг и вся вот эта вот залупа? Суть в том, что вот вы такие... Бля, классно, и жопу вот почесать, типа, вот так вот сильно вообще, то есть, ну, чтобы вот так нормально и прочее. А другой человек такой... Бля, ну я люблю, знаете, скорее вот так вот, типа, жопу почесать, но не так, чтобы расчесывать, а так, чтобы это... И типа... Немножко, да. Выпускает по этому поводу, говорит, что вот один говорит так правильно жопу чесать, а другой говорит, что вот так вот. А не коучи. А я предложу нечто среднее, например, да? Нет, 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 это уже я бизнес-тренеров привел в пример Да, 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 как раз таки они То есть он даже свое не придумывает Нет, нет, просто он говорит, вот я так люблю, а я так люблю Понятно, то есть, а ты уже как бы хочешь прислушайся, хочешь не прислушайся Да, да Но с другой стороны, видишь, опять же, девушка прислушалась к мнению Ракова, а он сказал, что ну, значит вы меня либо не захотели слышать, либо неправильно услышали Я говорю нет, потому что сказал, что мужик главнее Самый главный враг феминисток, вот он Я имею свое собственное мнение, несомненно, женщина должна уважать мнение мужчины, но если она хочет что-то добиться, она должна прислушиваться только к золу своего сердца Плюс ко всему, действительно, потрясающий Осадила и назло ему скажет да, чтобы он один, как дурак, сказал нет Из-за того, что его книжку не прочитали, правильно Ноги, не каждый стройняшки такие ноги вообще природа дает Спасибо Я не вижу оснований сказать нет Да Ну взяли, да? Ну сейчас Я не хочу расстраивать вашего мужчину Своим ответом Что вы остаетесь Если она сейчас скажет нет, то она сосет уракова Вот такой челлендж Готовы? Это не я придумал, это такая фишка Он не расстроится, он наоборот обрадуется, если я останусь Так что я вам скажу да Окей, я вам скажу да Достаточно. Спасибо. И так уделили дыхание времени вашим ляшкам. Так, сидя. В театрально-киношной тусовке есть такая фраза «манкая». Вот она «манкая». Она вышла, и она прям, да, вот и оп, и утонул в ней. Ну да, там есть у нее какой-то животик. Ну уже все, мне уже неинтересен. Я уже все смотрю в эти ее локовные волосы, в эти ее темные глаза. Ну это не профессиональная точка зрения насчет моделей, мне кажется. Я думаю, какой-нибудь журнал, там Vogue или какой-нибудь хуя выбирает пиздец как модели. Считаю, вообще кастинг охуевший. Ну, слушай, все-таки тут немножко другой сегмент, это раз. Ну какая разница, эту девушку будет фотографировать. Как так может быть такое, что им не важно, что у нее есть живот? Околовосточная архитектура лица, нравится она мне, и я рад, что она в пройдет. К выходу на подиум готовится самая образованная девушка на нашем ка... Ой, сейчас будет вообще жесть, мне кажется. Сейчас, блядь, будет пиздец разъеб. ...какать ли ей накопленный багаж знаний, показать себя во всей красе? Меня зовут Евгения Василенко, мне 27 лет. Я реализуюсь в этой жизни как человек, который ценит эмпирический опыт и расширение своих знаний, помимо личностной красоты и того, что нам дал Господь. Просто сотрясается воздух. Я пока чуть не услышал глубокой какой-то мысли, просто... Ну да, пока что набор слов. Я просто поддерживаю мнение и поддерживаю те идеалы, за которые боролись Роза Люксембург, Клара Цеткин и европейские феминистки. И мы должны наше гендерное сообщество продвигать в массы, как равноценный, мудрый, грамотный, интеллектуальный и эмпинически развитый род... Не понял вообще... Вот знаешь, столько умных слов, хотя вся суть укладывается, что женщин должны быть равны. Вот в три слова, честно сказать. Знаешь, вот если читать там какого-нибудь Сократа, да, ну Платона точнее, вот эти идеалы, они же не написаны каким-то заумным языком, что ты нихуя не понимаешь. Там же ценится именно сам ход мысли, как он строится. То есть, что в максимально упрощенной форме доносится, то есть, очень глубокая мысль. А вот когда ты начнешь, я хочу, чтобы у нас женщины ассоциировались с... Ну да, 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 я понял. ...эмпирическим, блядом, нахуй ты там-то вообще... Просто я вот не понимаю, почему до сих пор вот все эти умные феминистки, они не сказали прям четко шаги развития, что надо сделать для того, чтобы было равенство. Что надо сделать? Где это все написано? Нет, ну у них там очень много написано, по-наркому. Да когда-то все абстрактно, блядь, разрешить то, разрешить это, как будто кто-то что-то запрещает, блядь. Никто ничего не запрещает. Хочешь, иди. Ну кто, блядь, ну кто, блядь, сейчас запрещает и притесняет феминистов? Никто. Все похуй. У нас сейчас вон уже чуть ли в России эти ЛГБТ все признаются, ходят там. Я ЛГБТ. Я ЛГБТ. Да по тебе и видно было, что ты пидор, блядь. Для кого не секрет было, блядь. Или я там, например, лесбу, ножницы делала со своей подругой. Ты кому не похуй? Да, вообще много кого. Да похуй всем. У меня много образований. Я училась и в России, и во Франции, и в Лондоне, и в Китае. У меня большое количество дипломов. И толку-то, блядь. Почетный грамот за оконченные Олимпиады и выигранные. Не на одной Олимпиаде я не был в школе. Не до идти до их. Ты диван, наверное, можешь рекламировать? Нет, вопрос. Я? Она? Да, вот я. Можно, боже. Она говорит, я такой. Диван, будем рекламировать или нет? Да, ты сможешь приехать сегодня на Чебоксарскую 15? Мир дивану, блядь, Никито. Да, да, да. Никитос. Могу. Вот так и все. И что ты-то... Черт, иди, блядь. Смотри, смотри. Все, села, села надеваю, все. А эти шапки, это же полная хуйня, да? А? Вот эти шапки, это полная хуйня. Ну, в смысле полная хуйня. Вот. Я когда из «Заневера» выпускался, у нас не было никаких шапок. Я просто пришел, мне говорят, «Ласф Антон». Я говорю, «Я, твой диплом». Подошел, взял, похлопали мы. Слушай, я вот, сам понимаешь, все-таки ПДУ захочет только. У нас в ДК собрались и просто по очереди... Типа того, типа того. Никит, ты недалеко как бы это, ушел от меня. Я просто могу так сказать. Просто у меня та же самая ПТУ. Вот это вот сейчас, как называется. Раньше учился СПБ Гуссе, сервис экономики. А потом это все объединили. Стало-то типа с Инжиконом объединили, со всей этой хуйней. Это огромная шар рага просто больших разметов. Друзья, все-таки там высшее опознавать. Да я бы не сказал вот что-то, что-то... Я говорю, нас учили пять лет тому, что просто бизнес свой не открыть. Это тяжело, прогоришь, блядь. Это бухгалтерский учет, это, блядь, подбор персонала, антикризисное управление. И куда бы ни пришел на эту лекцию, блядь, на пары, на эту... Там мне все говорят, это так сложно, это пиздец просто. Экономика по швам трещит, как куртка, блядь. На мразе жирной, которая не может купить себе новую по размеру, блядь. А все равно застегивает старую. Вот так вот выглядит. Одно ли движение, все, шов надорвался и пизда на ход, как сейчас примерно. Или магистр. Но она худенькая какая. Угу. Корбится? Нет? А? Чуть-чуть как-то она горбится, по-моему. Ну вот слегка как-то она... Или у нее плеч. Надо распрямить, грудь показать. Что за хуйня? Представьтесь. Меня зовут Евгения Василенко. Я пропагандирую то, что женщина в наше время должна быть не только красивой, а в особенности модель, но и интеллектуальной. Я сапиосексу... Сапио. Подожди, загуглю умное слово. Влюбленные в интеллект. Может она вуаарист? Вуаарист! Да, блядь. Сырон, все свое я наношу с собой. Остается с нами... Ну, знаешь, вот она это сказала, и там, я же сырон такой. Так, да-да-да, следующий донат. Следующий донат. Сейчас мы послушаем ее до конца. Сейчас спрашивает нас Гешка Гурин. Геша, почему ты поссорился с Юрой? И он такой, ну, эту историю я уже сто раз рассказывал. Смотрим дальше. Для Ежи или Паука этот человек просто не представляет никакой интеллектуальной ценности. Наверное, да. Сожрали бы, блядь, в этой своей... Сожрали бы, да. Интеллектуальный, блядь, коллизей интеллектуальным. Да-да-да. Там просто гладиаторские бои на умственное развитие, блядь. Да, там, знаешь, скорее к львам кидают, блядь, рабов провинишь. Да-да-да-да. А это лев, это Ежи Сармат. И вот его друг Паука. И вот, и вот, и они просто терзают на куски, блядь, этих бедных людей, которые думают, что они действительно больше других знают. Не дай бог вам когда-нибудь попасться на вот эти все расспросы от маргиналок. Как, блядь, фирму лопал, блядь. Тебя выебут, высушат там, блядь. Мухроместерий останется потом со стакостью домой и выйдешь оттуда, блядь. Никогда я там не окажусь, потому что, во-первых, меня никто не позовет, а во-вторых, просто там тебя разъебут, нахуй. Говорю о том, что нужно целыми днями зубрить глобально какие-то трактаты, которые тебе важны. Достаточно, давай зачетку, я ставлю тебе пять. Мне казалось, что я знаю секси все, но секси... Сапиосексуал. Что? Я не знаю такой термин. Сапиосексуал – это тот род человека, не путать его с пикурейцем. Я чуть было не перепутал с паспикурейцем. На самом деле, это правда. Легко спутать, блядь. Прям вообще... Это возбуждает мозг. Я думаю, что, Анфиса, вы тоже сапиосексуалка, потому что, судя по вашему инстаграму, вы очень интеллектуальная женщина. Ну, нерегулярно этот мозг имеет, значит, точно сексуалка. Мозг возбуждает разные действия. То есть вы за высокий IQ? Да, ну не то, чтобы высокий, за достойный IQ, который может... Ой, Антоха, какого у тебя IQ? А хуй знает, я ни разу этот тест не смог пройти. Слишком скучно. Кубики куда-то там, китая, кому не похуй. Закончила школу, закончила неверность. Ой, а я, знаешь, после пройду. Восемь лет трудовой стаж, теперь ведем. Да еще какие, как у меня интеллект? Как думаете? Что-то 20. А хуй это надо-то? На уровне, ой, я сегодня поела, поспала. А на уровне того, что хотя бы знать 12 стульев, золотой теленок, хотя бы понимать, чем отличается тот же самый Кавка от каких-то... Просто любит читать всякую хуйню и смотреть советские фильмы, баба. ...пременных писателей. Подождите, подождите. Как это достаточно? Я даже забыла уже, как вас зовут. Евгения. Все, что я сейчас услышал, у меня такая вермишель в голове теперь. А в моделинг-то ты чего пошла? Я всю жизнь мечтала стать моделью, либо быть связанной с творчеством, так или иначе. Но, к сожалению, мои родители и мои родственники были категорически против всего этого. Перестань, правда. Ты просто сейчас играешь. Прям заливаешь нас этим театральным представлением. Ты пришла... Все, блядь, сейчас началось. Слушай, ты в натуре пришла, будто я не знаю, будто это... Да, да, вот сходу пятерку поставить ей реальную зачетку. То есть такая она прям уверенность, все знает, пиздец. Надо поставить ей зачет. Но взять ее хуй знает, взять, не взять. На модельный кастинг. Да. Пришла? Да. Выдохнула? Да. Какого ты размера? Какие у тебя обхваты? 110, 95, 115. Мало, блядь. 110, 95, 100. Маловато, блядь. То есть вверх у тебя 46, а не 48. Да. Ты XL? Я XL. Ты не XL? Ты L, блядь. Ну, я покупала одежду XL 50-го, 52-го размера. Но при этом ты вверх 46, а не 48. Ну да. Ну, такая блажь. Вы готовы идти вперед? Слушай, а L это большая одежда считается, да, уже Антон? Да хуй знает. Да нет, Никита. L large. Большой. Начнем с того, что, во-первых, у каждой, типа, крой разный, у вещи, фасон разный. Может, кому-то и L будет как M, блядь. Это же все, опять же, индивидуально. Но, будем честны, да, если ты полный человек, то ты знаешь, что у тебя L, XL, 2XL, разные такие размеры. А у тебя XL? Я же не XL. У меня тоже XL. Я же не художник. Но что-то L я влезаю. Во что-то L. Да, блядь, я могу и в M залезть. Просто это будет выглядеть, как вот колбаса, блядь, вареная вязанка. Не знаю, я думаю, что ей откажут, конечно. Это слишком, блядь, она в себе уверенной оказалась. Ну, не то, что уверенной, наоборот, как она показалась неуверенной. То есть, она начала там что-то. Ну, не знаю. Так-то она, блядь, начала прям вообще пиздец все рассказывать про себя. А вообще, и умная, и это все. Ну, блядь, она врала же, да? Ну, не XL она. Конечно, не XL. Просто полноватая девушка, которая похудеть, она будет вообще стройняшкой. Просто не XL. То есть, вы интересны. Но я говорю нет. Женщины ошибочно думают, что знания, которые ты вычитала, накопила, могут возбудить мужчину. Умная женщина никогда не будет умничать перед мужчиной. Там, где не надо. Мало того, тебе скажу, когда я в юности занималась тем же самым и ходила с мужчиной на свидание, то после того, как мужчина мне говорил, ты такая умная, он мне больше никогда не перезванивал. Что касается твоей внешности, она безупречна для меня. Я в восторге, я говорю, да, твердейшая. Спасибо большое. Ну, я себе. Действительно, я часто умная. Слушай, ну, как бы... Анфиса увидела себя как бы молодую в этой девушке. Похожа на того, да, и решила дать ей, конечно, ну, не шанс, но просто вот обозначить, что она действительно с ней очень похожа по духу, по, может быть, даже где-то каким-то формам тела. Но ее, в принципе, голос тоже ничего не решает. Ну, все равно два нет. Сейчас, если даже будет два, да, она отправится в комнату, а оттуда не выйдет. Ну, я просто здесь не место, скорее всего, так. Ничего, потому что, ну, я пытаюсь как-то... Мне действительно не перезванивают после свидания в основном, потому что мужчина... Надо ехать, опять же, в Турцию. В Турцию, там тебе... А что ты сказала, Наташа? Кайл, на... Ой, будешь считать деньги в семье. А денег у меня много. Сам не посчитаю. И все, и вы едете в номер, естественно, все там, на каких-нибудь... Ну, белых... Неважно, какая машина, главное, чтобы была белая. Ой, я уважаю, белые машины, Анфа. Белые машины, они не так сильно нагреваются от солнца, там, ну, просто красиво выглядят. Вот, за цвет не надо доплачивать, если вдруг машину покупаешь. Белый цвет базовый. Все, и вот я думаю, что она найдет себе... Просто пожелай мне хорошего, нормального турка. Знать что-то? Я его не слышу, и начинаю вот эту вот... Золотая страна. Наигранную уже трилогию, а... Турки молодцы вообще, ты снимаешь... Ты все равно. Толстая ты, худая, умная, глупая, какая хочешь. Это, вот, понимаете, турецкий вот менталитет. Вот у нас... Тысячу требований. Да, тысячу требований, а если ты мужик, то, скорее всего, алкаш какой-то. Вот, феминисткам нужно реально. Вот турки, они вообще, типа, вот ты там... Все разрешают. Ты красивая, ты кого слышишь, блядь, я... Поедем ко мне в банкару. Нужно, но я не могу, это такая защитная реакция, вы знаете. А он уже давно утонул в твоем декольте, его просто нужно немножечко простимулировать. У вас безумно приятная внешность. Параметры, да, совершенно подходящие под наше шоу. Вы мне, лично мне показались, это мое сугубо личное мнение, показались не настоящей. У меня включился режим Станиславского, и я вот, ну, не верю. Я немного поражена, потому что я не вижу в себе неискренности. Дайте мне возможность, я раскроюсь в дальнейшем, и постараюсь показать себя настоящим, мне очень тяжело и просто... Мой, нет, все, давай не будешь ты нас от... Начинаемся, да, вот это... Докучать нам своим... Плак, плак своей быть. Будь сильный, феминистки ж сильные. Ну, я не прав, что ли, там, все. Отказали, в другое место иди, там отказали, в третье идти. Надо пробиваться как-то, а вы думали. Вот опять же, хочешь, что ж ты пришла-то тогда на модель Excel, если мы равны все, иди со мной вместе тогда, блядь. Вот, че я понял, знаешь, феминисткам не хватает какого-то такого вот героя, который не обязательно должен быть умен. То есть, вот, ты обрати внимание, феминистки, они же все очень умные достаточно. Там тебе один термин, второй термин, это называется так, какие-то английские слова, а феминисткам нужен какой-то более простой герой. Вот, знаешь, по типу Геракла, блядь. И Геракл же, он, по сути, это не умный был, он просто... Он просто сильный был, блядь. Сильный, да-да-да-да, он был просто стильный, типа, это... Смекалистый. Смекалистый. Ну, нет, как бы, смекалка-то это признак все-таки какого-никакого-то ума. Ну, нет, ну, я имею в виду вот не такого, так сказать, академического ума, а именно ума вот бытового. Смекалистый. Взял, ему сказали, иди конюшни почистить, он взял, океаном смыл говно. Ну, типа того. Смекалка-то работает, котелух-товаля. Фигня заключается в том, что времени нет. Есть один шанс. У всех в этом мире вообще есть один шанс. Ты либо себя проявляешь, либо не проявляешь. Я считаю, что вы недостаточно настоящие в этом представлении, которое было сейчас от вас. Поэтому я склоняюсь к слову «нет». Я говорю «нет». У вас есть три «нет». Всего доброго. Спасибо. Удачи. На что рассчитывала вообще, да? Хотела спросить, что ты хотела этим показать? Нам нужны не умные, блядь, здесь. Мы тут не это, Сколково, нахуй. Не Кремниевая долина. Не Кремниевая долина, нихуя. Даже не этот, не Центр Сириус, где детей там обучают быть гениями и в шахматы обыгрывать за два хода, блядь, этого Каспарова. Просто нужно быть женственной, красивой, обаятельной, с искоркой в головах. Метелочек ищет. Метелочек ищет. Какого-то академика привели. Все, не могу. Не могу сам себя пересилить. Нет. Победа не всегда есть получение результата. Победа это и путь, и участие. Это всегда какие-то плюсы. Но так по жизни, если пойдешь, можешь просто закончить бомжом, блядь. Да, да, да. Деды, блядь, землю жрали и на танк с палкой прыгали, блядь. Вот это победа, блядь, делалась как. Победа это всегда путь через боль, страдания, блядь, потери и прочее. А не просто ты пришла и... Ты получаешь опыт, а не побеждаешь, что о чем ты говоришь. Она и не была нацелена на победу, она просто была... Она хотела прийти и сверк... Сверкануть. Вот что она сделала. У Ангелины не совсем обычная профессия, которая наверняка не оставит равнодушной судей. Я занимаюсь гаданием на картах с самого детства. Ебать, так это в ад попадешь. Да? Ты че? А, колдовство. В ад попадешь, блядь, это какое колдовство? Крестика-то нет? Меня гадает. Совершенно случайно я наткнулась на кастинг. Слушай, знаешь, то, что гадалки в ад попадают, это на самом деле такая херня. Палка о двух концах, знаешь, вроде как, типа, ебать, ты че, гадалка? Типа, ты в ад попадешь за это. То есть, знаешь, не то, что это антинаучное... Ну, в ад попадешь, конечно. Ты в ад попадешь, блядь. Да, будешь там вариться в котле, блядь. Чертю будут прыгать и веселиться. Да, да, и будешь смеяться, не нагадалась себе, блядь, счастье. Я наткнулась на кастинг. Я не знаю, какие силы меня подтолкнули встать и пойти. Девушка решила подстраховаться и на всякий случай заручилась поддержкой своих карт. Блядь, а неужели она с картами выйдет сейчас? Ну, скорее всего, блядь. Лучше бы фокусы показала. Фокусы? Да, да, да. Просто там в одну карту засунулась, в другой дырки вытащила. Вот это фокус, блядь. Да, это 100%. Сначала они будут замешать их в заблуждении. Женщина там в основном будет решать. Последний ответ. Ну, правильно, да. Мы-то знаем одного мужчину, который там ничего не решит. Будет за мужчиной и колесо в Артоне. Бля, если бы мы были пиратами, конечно, я бы сходил к ней погадать. Вот как Джек Воробей. О, нет, слушай, я бы, если был бы пиратом, как бы... А ты каким хотел быть пиратом? Карибским пиратом или сомалийским? Ну, сомалийский как-то слишком опасно. Я бы, наверное, все-таки карибским. Не, ну, слушай, опасно одинаково. Ты же, ты понимаешь, что значит пират? Значит, одна страна нанимает грабить суда другой страны. Ты в любом случае, ну, как бы, в таком подвешенном состоянии законодательном. Да, а сомалийские пираты, что, блядь, им государство разрешило грабить танкера, нахуй, которыми выйдут? Слушай, ну, сомалийские пираты, ты вообще знаешь, откуда они появились, сомалийские пираты? Я так понимаю, что просто у них безденежья, они поехали грабить суда. У них были деньги сначала, там проходит поток, да, понятное дело. Деньги у них были с рыбной ловли. Но там, блядь, стали промышленно вылавливать все это, блядь, засорили всю эту нахуй хуйню. И не стал рыбы, да? Да, и просто нечего было, блядь, зарабатывать деньги, блядь. И они решили грабить, убивать. Берет к вапу, блядь. Вапу, и они там, откуда у них пушки, блядь, эти все, откуда у них калашниковы, кто-то, кто им продал? Чувак, ты корабль, блядь, турнешь, блядь, его обменять можно на что угодно, блядь. Слушай, ну, тоже такое дело, вот у меня есть корабль ворованный, куда его деть? Кому продавать? Как документы на него сделать, кто будет на нем плавать? Там просто приплываешь в порт, и там написано на нем, блядь, Антон. Корабль Антона Власова, теплоход. Это, блядь, Михаил Свердлов. Не этот, Антона Власова, вот же закрашено. Я его купил, пират в Сомались. Мой корабль. Меня сразу посадят в тюрьму. А представь-то было, да, если бы даже меня назвали, блядь, корабли большие там. Типа не принцесса Мария, блядь, прикинь. А ты видел, знаете, большие? А, ты же был недавно, да, ты рассказывал об этом? Да, 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 в круиз. На пароме. А он большой, да? Ну, слушай, да, приличный, прям такой, ну, морской, блядь. А там отель, да, внутри, получается? Да, да, там много палуб, всякие там есть ночные клубы и все всякое. И ты на нем плывешь и, типа, вот видишь, только воду видишь или видишь по бокам там землю? Не, нихуя не видно, вот ночью просто темно, темень, блядь, не видно ничего. Вот, а днем, ну, тоже, если ты, как бы, ну, понимаешь, я мало-то плыл. Ты дельфинов видел? Не, никогда. Ну, в цирк только. Какие дельфины? В цирке? На океан арюм ходил еще. Ну, дельфины, ну, слушай, меня как-то и вообще эти все рыбы, млекопитающие вот эти вот морские вообще не привлекают. Не вижу это. Прекол не понимаю. О, это песочные часы. Карпунами, да, этих дельфин? Я вообще, честно сказать, пошел сразу в казино. Там оно же, типа, нейтральные воды получается. Ну, или как, типа, законов-то нет, там только законы лайнера остались. И я сразу пошел на руку бандиты хуярить. Серьезно? Да, я выдрал. Да, да, да. У меня было, может быть, где-то около 10 или 15 евро. Я с них поднял 47 евро и пошел в Дьюти Фри, купил себе одеколон Хиллфигер. Нифига себе, Антох, ты не жадный. Только пришлось, конечно, платить копейками, прям вот такой россыпью. Но там на кассе сказали сейчас все такие, прям вообще выигрышное было время. Слушай, а это как получают? Ну, там же не серьезные ставки, да, там такие, типа? Ну, смотря как играть будешь, это ж можно как бы и по мелочи. О, Антон, мы с тобой после Турции в Беларусь поедем в казино играть. А, вот, слушай, да, я тоже хотел проиграть в деньги. Не знаю, куда их деть, Никит. Проиграем, может. Но у меня немного денег, я просто не знаю, пустят ли меня с такими... Ты что, я ебанулся, что ли? Выиграем. Я лучше гараж куплю. Парео снимаем. Серьезно? Убирайте его. Серьезно, конечно. У вас неудобная обувь? Снимай, снимай. Убирайте ее, обходите, типа Сая. Вы все время так держите этот узел, снимаете все, что вам... Уж реальные черевички какие-то... Чего? Черевички у нее вот такие вот. Ну, то есть они прям прогнутые, как мне ходить-то вообще, как будто нога, блядь. Выкидывай нахуй такое. Убирайте это все лишнее. Без Парео. Убирайте его, оно не нужно никому. Прям здесь снять его? Да, прям здесь снимайте. Да, ради бога. Как вы скажете? Так лучше? Какая у вас фигурка, посмотрите. Офигеть! Блядь, этот взгляд Ракова в этих вставках не всегда. Такой прямо, знаешь, раздел ее уже глазами, видно, что... Мужичок еще такой, не старый, но не молодой. То есть как бы еще на что-то гораст, поэтому он считает, что он вполне себе. Чем вы занимаетесь в гадании? О, тогда вы знаете, что мы вам скажем? Почувствовали, да? То есть она такое ощущение, что предугадала ее вопрос и ответила раньше, чем она закончила. Ну, это нужно вытаскивать карты. Ага. А вы не вытаскивали? Да, они у меня всегда. Давайте. Ну, давайте посмотрим. Давайте проверим. Давайте проверим. Я могу волноваться и мне. Что у нас может не шарпать? Ну, не, расскажите. Так. Надежда у вас есть на меня. Да. Карта так показывает. Николя, давайте. Пожалуйста. Конечно. Сейчас. Так. Лишь бы карта не показала полуостров Камчатка сейчас. Ой, вряд ли. Тут такого нет. Пожалуйста. Ой. Да, вы, кстати, мне кажется, не очень хорошо настроены. Антон, слушай, а ты веришь в гадание? Нет, нет, это полная хуйня. Полная вообще. Вот и до. То есть видосы с канала Влад Фридом, блядь, прям? Да не, не. Ну, будем честны, что вот гадание это уж совсем пиздец. То есть в будущее смотреть нельзя. Я так считаю. Вот все что угодно. Может быть, да, там, пчелоиды прилетят с нас. Но в будущее смотреть не может никто. Потому что она меняется каждую секунду, блядь. Тоже верно. Карта плохая в уколе. Плохая карта у Коли? Да. Да, блядь, не надо негатив. Я думаю, что весь бэкстейдж уже знает, что надо мной какая-то плохая карта. Потому что все предыдущие участницы думают, что я плохой. Скажите, почему именно такая обувь выбрана? Ну, не знаю. Как бы это более-менее из тех самых... Я не могу носить огромные шпильки. Какой у вас размер? 39. Одевайте мои. У меня широкая нога. Попробуйте. Нихуя себе. Отпис маленькая. А может на меня ваши трусы налезут, попробуем? Туфли. Как-то надо влезть и попробовать походить. Ой, хуйство. Ой, да, сейчас я его положу вот этими трусами. Девятый. Да, все отлично. Я же должна была похвастаться новым педикюром. Нет, узко. Совсем узко. Пробуйте. Как в Золушке. Ебать, это что такое? Заставляют одевать чужие ботины. Да, в пизду, а грибок. Не, ну вам тисто вряд ли. Ну, а что? У кого угодно, Антон, блядь. Может быть, типа, грибок, который спящий. Да, блядь, любой нахуй может быть грибок. Я чужую обувь не надену, блядь. Понятное дело. Никто я не надену. Это к смерти. Чего? Ну, вот, блядь. Говорят такое? Ну, я так думаю. Злые. Суки. На бэкстейдже показа у вас никто не спросит, какой у вас размер. Вам кинут вот так туфли, вы должны будете надеть и пойти. Как Золушка. И не просто пойти, а пойти красиво, понести на себе какой-то наряд, сообщить этим нарядам что-то людям, которые будут сидеть в первом ряду этого показа, в втором, третьем и так далее. Да. В конце концов, ходить же не целый день. Ну, помогите, Николя, помогите, потому что это неустойчиво все. Ну, реально, это дело. Кстати, я помогу вам. Вот в одной вы уже стоите. Так прекрасно она вовсю влезла. Айда, пошли. Жмут. Вот, ничего страшного. Ой, ну не капризничайся. Да, ебтой. Ну, а вот, а вот, блядь, это телекарта тягать, ебтой, с колоду, да? Вот так вот, будешь сжать, да? Будет некрасиво где-то, что-то неудобно. Ну, тебе надо, если ты модель XL, да? Как бы так. Кюм Кардашьян, блядь, думать, и плакала, ебтой, когда ей Джей Зи там подарки дарила. Иногда не подходила, немножко по размеру надевала, блядь. Чтобы понравилось, блядь. Она с Джей Зи встречалась? А с кем она? С Кенни Уэстом. Да, они все такие тепленькие ребята. Подиуму пошла, посмотри, все ей по размеру. И идет хорошо на каблуках, не знаю что. Но ты чувствуешь, отходя от меня, как у тебя светлеет моя черная карта. Чувствуешь? Да, чувствую. Чувствую? Приятно. И вот ведутся же женщины просто пиздец. Напиздежь, Павел, какой-то похоже. Вот сейчас очистите, очистите. Держи там банку трехлитровую задушку. Хорошо, что мы вернулись к картам. Дайте задать мне вопрос. Иди сюда, моя дорогая. Скажи, пожалуйста, когда я в следующий раз веду зам? Ооо, Антон! А ну-ка, че, тоже подумал о чем-то? Да! Что ты делаешь? Я тоже. Я, да, да, да. Только... Чшшшшшшшш. Ебанулся, что ли? Да я молчу. Не говори вслух. Ух, все, все, не скидывайте, не люби, не кассе этот выпуск. Но если у тебя получится, или у меня, все, блядь. Дикит, будем в шоколаде кататься. Только я не знаю, как. Ты охуел здесь это обсуждать? Саль, давай я тебе скажу. Нужно смягчить и убрать. У вас вот этого блеска, поверьте, да. И пока мы не примем решение, вы будете стоять в этих лодках. Мне кажется, что вас нужно смягчить и убрать. У вас вот этого блеска, поверьте, на декольте, его более чем достаточно. Вот этих стразов всех. Вот, слушай, ну нет, фигура-то у нее, то есть, неряхлая. Не-не-не-не-не-не. Я бы сказал, что помада какая-то, честно, не очень удачная. В каком плане, что не подходит? Не подходит, да. Вот у нее такие черты лица, мне кажется, зачем ей вот эти губы, то есть, вот так вот, ну, сделать таким большим. Может быть, можно просто естественно оставить и было бы... Нет, ну, конечно, нет. Ты что, ебнулся, что ли? Нет, ну, Никит, ебнулся, не ебнулся, я не знаю. Но по фигуре она подходит на модель. Да-да-да-да-да. То есть она такая... Брали у нее есть все там в области бедер, грудь. Хотя брали они откровенно рыхлых девушек, честно сказать, до этого. Такое есть, да. Я вот на самом деле думаю, что стоит бы... Ну, может быть, знаешь, первое испытание, и все, блядь, провалятся на нем. Ну да. Снимай все. Смелее, смелее, смелее. Снимать вот эту ерунду. Сережки давай снимаем все. Сейчас, подожди. И волосы так репать хочется. Подружите пока, чтобы они были какие-то дикие, да? Давайте пока, Макар, ты уберешь. Ничего, что я их трогаю? Подождите, подождите. Да нет. Ой, не волнуйтесь. А дадите нам салфетки в итоге. А можно туфли снять? Нет. Нет, туфли пока нельзя. Откиньте волосы назад. Убирайте их, убирайте их. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Так, стираем губы. Делается. О, то, что ты говорил, да? Туфли. Туфли трясут? Терпите. Ну, конечно. А вы как думали? Да, это что... Какая у тебя красивая линия скул. Ну, посмотри. Сейчас мы вам тут накрутим хвостов. Начепурятся, накрасят эти губы. Ну, вот смотрите, я же другую девочку, да? Мы сейчас увидели. Слушай, вообще другая женщина. Вообще. Поэтому я говорю, да. Вообще переделала так, как мне нравится. Переберем. Вы стоите сейчас на каблуках, вам сложно. Если вы до конца дотерпите, значит да. Мне очень понравилось ее лицо, когда с нее смыли помаду, убрали все эти украшения и задрали волосы. Она стала совсем другим человеком. И она стала молодой, задорной и очень сексуальной. Да, в натуре выглядел как гадалка, блядь. Ну, вот настоящая. Да, да, да. Реально, как будто опять по Анапе идет, по пляжу. А ты лежишь, тебя никто не трогает. Да погадай ручку, это. И ты, блядь. А ты, ну, гадай. Ну, гадай. А там цепь такая, блядь, у тебя это золотая огромная. То есть вид сразу, что... Прямо уже это язык вывесил, жарко, пиздец, палит. И она тебя там начинает, значит, ты из Москвы приехал. Ну, да, блядь, да. Откуда устал? Сот рублей, в общем, стоило это все. Узнал про себя, блядь. Актуальная, ваша вот эта вот гадательная фишечка, да, она придает магии взгляду. Вы завораживаете. Видите, вот нас уже всех загипнотизировали. Да, 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 да. Да, уже загипнотизировали. Блядь. Ей бы только, ей бы с каблуков бы вылезти, она уже думает. Я на этих туфлях стою по 24 часа. Но я хочу знать, когда я выйду замуж. Поэтому я говорю ей да. Спасибо большое, отец. Можно заснять? Вы в проекте развиваетесь. Можно, можно. Блядь, слушай, ну вот честно сказать... Спорно, да, взяли ее? Спорно взяли. Подходит ли она внешне, подходит, все дела. Ладно, но все-таки, мне кажется, модель, ну, она, блядь, до крови терпеть будет, трушная модель. Да, да, трушная модель, она все сидит. Нет такого. Можно я сниму, можно? А вот что она будет делать, если вот приедет к ним, например, вот, они там сняли для какого-нибудь модного журнала, потом раз, заезжает Пьерчик Вудман, например, и говорит, слушайте, девчонка нужна. Вот, нормально такая, раскрепощенная, у меня тут есть идейка одна. Вот, и все, и она скажет, выбирайте. Вот к ней подходит и говорит, плачу тебе, ну, большие деньги, будем честные, но ты должна сделать кое-что. Вот, переступит ли она эту черту? То есть, сможет ли она, вот, по-трушному пойти, блядь, к Пьеру Вудману мочу пить? Или не сможет? Понимаете? Ну, надо особую вытяжку иметь. Надо особую вытяжку иметь. Ну, про это, она хотела снять твои туфли. Давайте, я заберу. Вообще, я давно, честно говоря, мечтала познакомиться с Анфисой. Ну, надо было с этого начинать, блядь, никакая ты не готова. Да, да, да. Просто ты пришла с Анфисой руки пожать. Чехова, и возможно ли сфотографироваться с вами? Конечно, и спасибо, что разносили мне туфли. Я как бы так ничего не хочу сказать. Кстати, спасибо, что... Даже Терлис меняет в помаду. Не благодарите, но фотографироваться я с вами не буду. Пусть это делаете, а меня и не просили. Что, она не обиделась или что? Ну, видимо, да, типа, слушай, сучка, тут не Анфиса в комедию. Столько лет-то. Слушай, да, ну, извините, как бы... А Анфиса, она легенда вот в этом дело. То есть... Да, да, да. Я приходил со школы, блядь, перед сном, щелкал каналы. Это ко мне было-то сколько лет. И тогда уже Анфиса Чехова сидела вот с этими сиськами. Я тебе так скажу, Анфиса Чехова, она вот чем хороша, то есть даже спустя 15 лет показывает контроль качества, так сказать, понимаешь? Ты ее смотрел. У нее была, по сути, передача, которая шла в полночь на канале ТНТ, тогда не самая популярная. Несмотря на это, осталось как бы все равно на слуху у всех, блядь. Хотя не в прайм-тайм, блядь, передачу о сексе на каком-то... Там даже комедий-клаба тогда не было, когда она вела секс Анфисы Чехова, ребят. Ну, и все, и все запомнили. Все знают, то есть и выглядит, блядь, ну, то есть, типа, женщина-то, блядь, да, легендарна. И не замужем еще. Да, 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 тихо. Да, вы обязательно еще сфотографируйтесь. Встретимся с вами через неделю, а может и чуть раньше. Закончим, точнее, наконец, этим кастингом, чтобы уже в новых выпусках перейти к шоу. Ой, хочется посмотреть, что будет там они делать, да, какие там задания им давать. На этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал Антона Власова. Спасибо большое. На мой канал, ставьте лайки под этим роликом. Всем пока. Пока, друзья.